ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Восемь часов тридцать четыре минуты, вторник, двадцать седьмое марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая этой программы. Здравствуйте, Александра. Что, 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 что происходит с той аварией, в которой, предположительно, жена Нургалиева и ее водители убили людей? Сегодняшнее расследование Александра Хинштейна. Да, и Киржен очень интересно пишет, потому что он, наконец, нашел документы. Это история полтора года. Это история полтора года. Мы помним, как Volkswagen Multivan убивает людей в... В вас 21.041. Да, то есть четверочка. Четверочка врезается в Volkswagen и дело худо и так далее. На Калужском шоссе. Да, сейчас займемся этим. Я открыл Яндекс.Карты, хотел сказать о том, что сегодня у нас на Новой Рязанке и в городе, и за городом, и там, где Люблинская подходит, худо-худо, и Минка до слияния с Рублевкой плохая, и Рублевка где-то от Кунцевской, даже выше, еще на спуске к Кунцевской, уже Рублевка стоит. Еще, как обычно, перед Волоколамкой внешний МКАД стоит, и плохая-плохая Ленинградка. Ленинградка плохая. Так оно чуть хуже, чуть хуже обычного. И где-то с пяти до полседьмого, с пяти до полседьмого под сверхглата внутренний МКАД внизу стоит, да? Вот сообщение от 17-го. Ужасная авария перед поворотом на Воскресенск. Только что пришла СМС. Спасибо. Я пока не вижу этого на карте Яндекс, но ждем, смотрим за развитием событий. В общем, впрочем, впрочем, так вот, например, всего пять баллов. Вчера в это время было шесть, семь. Семь, семь, семь. И в это время было семь, сейчас пять баллов. Чуть лучше, чем вчера движение. Слушайте, значит, сегодняшний МКАД. Две интереснейшие статьи. Во-первых, сегодня в МКАД Майкл Макфолл, посол Соединенных Штатов Америки в России. Во-вторых, сегодня Хинштейн хороший, который раздобыл документики. Ой, более того, Хинштейн просит считать публикацию в МКА официальным депутатским запросом в Генеральную прокуратуру. Что уже говорит о том, что там представлены факты, которые ранее нигде не опубликованы. Ну и какое-то свое расследование, которое... Ну, какая-то там же рука рука умоет, и Хинштейн, в общем, понимает. И даже я бы сказал, может быть, что Хинштейн одна из рук. Да? Да, да, да. Мне кажется. Ну, они там все... Я рад, когда все эти вороны вдруг начинают выклевывать друг другу глаз. Вот. А с чего вдруг... Я хотел сказать так же, я не могу не съязвить по поводу МКА. Безусловно, слушайте, там пишет американский посол сегодня, Майкл Макфол в МКА, да? Там абсолютно интересные вещи пишет Хинштейн, да? Ну и, как обычно, Волошина Ольга Михайловна быстро вернет мужа в семью. Гарантированное отвращение, ненависть к сопернице, код на удачу в деньгах, зеркальная защита от негативных воздействий. Телефончик, Сергей Леонидович. Да. Массаж круглосуточно, плюс мулатки. Массаж... Это МКА сегодняшний. Массаж, 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 массаж. Ну так, 50 массажей, массажей, негритянки, мулатки, досуг, негритянки, татарочка. Татарочка против мулаточки, как? Не знаю. Вот я не знаю. Досуг Полежаевская, вот у нас тут, смотри. Досуг Полежаевская, досуг Преображенская, досуг Варшавская, досуг Виктория. Мулаточки, негритяночки, мулатки, массаж плюс мулатки. У свахи Ирины Александровны в центре. Два начала, серьезное знакомство. Честная сваха, профессионализм и честность. Сваха. Вот это МК. Ну и тем не менее, несмотря на то, что МК это такая большая помойка, сегодня там Макфол Хенштейн с интересными материалами. Значит, на самом деле по Нургалиеву. Сейчас я вас верну в эту фигню, но Хенштейн дает некий фон тоже на странице 4, продолжение с 1. Некий фон. Я почитаю по тексту. Смотрите. Идут преступления милиционеров, ну полицейских. Вот смотрите. Его коллеги, старший начальник смены у ГИБДД ГУВД Эдуард Константинов в пьяном виде. Убил двух студенток, угробил пассажира, также сотрудника ГИБДД. Еще, еще. Москва, февраль. Пьяный оперноуполномоченный ЛОВД Шереметьево сбивает на служебной машине 75-летнюю москвичку. С места преступления скрывается. Декабрь. Следователь следственного отдела находкинского ЛОВД Приморский край насмерть убивает 50-летнюю женщину. Скрывается. Немедленно скрывается с места преступления. 9 сентября. Сюмси, какой это Сюмси? Сюмси, как это Сюмси? В село Сюмси. Пьяный участковый отдел полиции Селитинская в Удмуртии сбивает пешехода на автостанции. Пострадавший через несколько часов скончался. Полицейский с места преступления скрылся. Инспектор УГИБДД Камчатского края совершает наезд на переходящую дорогу человека. Пешеход доставлен в больницу. Нарушитель скрылся. Инспектор УГИБДД скрылся с места преступления. Улан-Удэ. Прямо на пешеходном переходе Нива с полицейской раскраской сбивает 63-летнюю женщину. Полицейский скрывается с места преступления. РОВД Челябинска. Сбив человека и убедившись, что тот мертв, то есть убедившись, что убил, закопал тело, тот же, тут же, на месте, закопал тело. Примеров множество, 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 множество. Но сегодняшняя МК, Эйхенштейн, говорят, они делают это вслед за Нургалиевым. Вслед за Нургалиевым, который прячет материалы о преступлении, об убийстве на трассе двух человек. Двух человек, насколько я понимаю. В машине ехала жена Нургалиева. Эйхенштейн сегодня с материалом на эту тему. Ровно через минуту. Подъем. Для сокрытия участия в ДТП жены Нургалиева МВД провело специальную операцию сегодняшней МК. Новые документы по трагедии, которая случилась полтора года назад на Калужском шоссе в Подмосковье. Неделю назад сфотографировали на базе, в боксе центральной автобазы МВД спрятан Volkswagen, на котором ехала супруга Нургалиева. Значит, морда смята, морда смята четверочку, он принял прямо в лоб, прямо в лоб. Морда смята, эту машину никогда больше не ремонтировали. Она полтора года спрятана в одном из боксов центральной автобазы МВД, до сих пор не ремонтирована. Потому что если ее ремонтировать, ее надо представить в один из дилеров, в одну из фирмы дилеров Volkswagen. Слушай, менты не понимают, надо в армянский гараж куда-нибудь на сету не заехать. Но они не хотят, Сергей Миссис, если бы хотели. Они ее прячут. Крякалка в салоне Volkswagen, которую не увидела прокуратура. Фото сделано неделю назад в одном из боксов центральной автобазы МВД. Сейчас там стоит этот Volkswagen, который убил людей и который вез жену Нургалиева, да? Ну, просто про крякалку говорят, что наехала без проблескового маячка, а здесь фотография о том, что это устройство было в автомобиле. Значит, смотрите, была крякалка и была сирена в машине, которая везла жену Нургалиева, что, вероятно, противозаконно. Но фотография сегодня есть. Смотрите, я читаю. ДТП, случившееся в полтора года назад на Калужском шоссе в Подмосковье, до сих пор остается одной из самых страшных тайн МВД. Кстати говоря, скрывает, скрыта все собственная безопасность, управление собственной безопасностью. Генерал-лейтенант Драгунцов занимается сокрытием, в том числе, судя по документам, и надо к нему обратиться и уточнить. Драгунцов был моим гостем в русских сказках, так что у нас с ним приятельские отношения. Неужели он занимается, ну, как приятельские, журналиста и чиновника, в общем, ничего такого приятельского. Просто мы знаем друг друга. Может, пригласите? Было бы очень мило, если бы он рассказал, действительно ли документы, которые публикует сегодня московский комсомолец, чтобы понять, действительно ли Драгунцов занят сокрытием преступления. То есть, я чуть позже вернусь к этому. Секунду. Все подробности трагедии скрываются с такой тщательностью, какая не снилась ни одной шпионской операции. Для того, чтобы ни одна живая душа не узнала правды, МВД пошло на откровенное беззаконие. Все материалы доследственной проверки по прямому указанию министра Нургалиева изъяты и спрятаны в сейфах Главного управления собственной безопасности. То есть, Драгунцов прячет эти документы в собственных сейфах. Все дела спрятаны. Для того, чтобы скрыть информацию об участии в ДТП жены Нургалиева. Ровно так же, без стеснения, написано в официальных документах МВД. Эти бумаги есть сегодня в распоряжении МК, и не они одни, я читаю по тексту МК. В результате проведенного расследования мы, пишет МК, сумели добыть те самые спрятанные заботливым Нургалиевым документы, заодно ответить на все вопросы, которые не пожелало отвечать следствие официально. И вот письмо от Драгунцова. Подписано Драгунцову. Начальнику ГУВД по Московской области, генерал-полковнику милиции Головкину. Слушай, как они могут друг друга потом за коррупцию трогать, когда они шкурные вопросы решают? Да, они все повязаны. Они повязаны шкурными делами, ребят. Они повязаны шкурными делами. Как они могут заниматься действительностью, хоть каким-то искоренением коррупции в собственной среде? Головкин, у которого, помнишь, был смотрящий за баблом там какой-то, сидел в его, который, значит, сидел при бабле там какой-то чувачок у него. И об этом громко писали, что он водил гостей там, бузинесов, на разборки по денежкам. Он водил к себе в ГУВД туда, по Московской области, Головкин. Много писали, ничего же не произошло. Ничего не произошло. То есть все нормально, все классно. Потому что Головкин делает для Драгунцова дело. Драгунцов делает для Нургалиева. Это вся шушера повязана. Вся эта шушера повязана. Слышишь? Слышишь, ну это не для кого-то. Пацаны все в деле. Пацаны все в деле. Они все в одной банде. Удивляет, что документы положили все, и они уничтожили. Уважаемый Николай Владимирович, пишет Драгунцов Головкину. Сотрудниками Департамента собственной безопасности МВД России в соответствии с требованиями федерального закона о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных контролирующих органов, осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности руководства МВД Российской Федерации. То есть Нургалиева? Да, Нургалиева. В процессе проведения указанных мероприятий установлено 30.07.10 водитель автомашины «Фольксваген Мультиванн Гознак Х-893ЕМ-199», в салоне которой находились защищаемые лица. Какие защищаемые лица? То есть супруга Нургалиева. Жена Нургалиева. Или кто? Или сам Нургалиев? Нет, жена его водителя. В салоне которой, в «Фольксвагене», находились защищаемые лица, стал участником ДТП. По факту проводилась проверка. В настоящее время по указанному факту вынесен отказной материал. ДСБ, Департамент собственной безопасности МВД России, располагает информацию о том, что сотрудники некоторых СМИ могут исказить информацию и использовать ее с целью дискредитации защищаемых лиц, то есть жены министра. Учитывая изложенное, прошу вашего указания, прошу вашего указания, просит Драгунцова, напоминаю, Управление собственной безопасности. У кого просит? У начальника ГУВД по московской области. На направление указанного материала в ДСБ МВД России до истечения срока применения мер безопасности в отношении защищаемого лица. Когда истекут меры безопасности? Милиционеры, объясните, пожалуйста. Милиционеры, бывшие милиционеры, позвоните, пожалуйста. Когда истекут меры безопасности? Когда Управление собственной безопасности рассекретит бумаги с женой Нургалеева? Когда? Вот до истечения мер. Это что значит? До истечения мер. Это что значит? 7-8-8-10-7-0. Скажите, пожалуйста, когда эти меры наконец наступят? Когда это истечет? Кто работал, может быть, в... Кто, может быть, работал в этом самом... Секундочку, я... У меня чертова уйма телефонов открыта. Не-не, я сейчас позакрываю половину и снова открою. Спасибо большое. Ага. Сейчас, потому что я открыл несколько телефонных софтов одновременно. Подключиться. Вот. Подключился? Ага. 7, 8, 80. Спасибо, спасибо. Все, все заработало. Алло, здравствуйте. Дослушаю вас. Здравствуйте. Да. Я, в общем, знаю какой-то срок. Это пять лет. Пять лет. По таким делам. А что интересно, простите, через пять лет нам не будет больно за то, что они грохнули двух человек, да? Нет, конечно, это будет больно, но просто срок давности по таким делам пять лет. Пять лет это будет храниться, но это не незаконно, это законно. Если жена министра, если жена министра участвует в ДТП, то это законно, верно? А? Что, что, не понял. Информацию, простите, информацию о жене министра надо скрывать пять лет, верно? Ну да, получается так. Спасибо. Значит, в целях обеспечения государственной защиты. Вот сам закон. Российская Федерация. Закон, принятый Госдумой 22 марта 1995 года. В целях обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц, правоохранительных, контролирующих органов, сотрудников, нигде не сказано в женах, а также создание надлежащих условий для отправления правосудия, устанавливать систему мер государственной защиты, жизни, здоровья и указанных лиц, общие положения. Где про жену надо? Вот, и указанных лиц, и их близких. Указанных лиц и их близких, очень важно. Значит, что? Здоровье и имущество указанных лиц, подлежащие государственной защите. Судьи, прокуроры, следователи, лица, производящие дознания, лица, осуществляющие... В каком случае они защищаются, объясните? Близкие, стойте, стойте, стойте. Стоп, стоп. Близкие, близкие. Близкие, это может быть жена, да, да, да. Но в каком смысле она защищается? Секундочку. Подожди, 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 подожди. Виды государственной защиты. Применение на то государственными органами мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, обеспечения сохранности их имущества, жизни и здоровья. Жизнь и здоровье, кажется, это они грохнули людей, а не их. Применение мер правозащиты, уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество. На их жизнь никто не посягает. Так, 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 так. Слушайте, кто-нибудь из юристов, поясните, пожалуйста, почему жене, жену Нургалеева нужно скрывать и документы о ней нужно скрывать в Департаменте собственной безопасности. Объясните, да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Ну, по 45-му закону, фактически бессрочно можно ее охранять. Жена, потому что она супруга Нургалеева, министра, как-то можно на нее повлиять. Но что угрожает ей, объясните, что угрожает ей, от чего ее защищают? Да, это непонятно, от чего ее защищают, это никто понять не может. Никто не может понять. 7-8-8-10-7-0. От чего защищают жену Нургалеева? Документы с... проведена спецоперация, документы про жену Нургалеева, про ее участие в ДТП, которое убило двух человек, спрятаны в сейфе Департамента собственной безопасности. От чего защищают жену Нургалеева? Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Дело в том, Сергей, что я служил в госзащите. Да. Ведомстве Головкина. Да, скажите, пожалуйста. Вот. Ну, я вам скажу, что по 45-му закону защищают людей тех, которые хочет Головкин или Нургалеев. И там сроков действительно нет. Их могут защищать и жену, в том числе, и его сестру, и всех детей, и все. Скажите, но вопрос, а что ей угрожает? Она просто сидела в автобусе. Автобус вел... Ей ничего не угрожает. И у нее такой статус, что она вполне может быть под защитой. И Департамент собственной безопасности это закладывает только для того, чтобы оттуда никто никогда ничего не достал. Но я не понимаю, что ей угрожает. То есть защита... Защита. А что ей угрожает? Она сидела в машине, а водитель, ее водитель, несся, вероятно, как я думаю, как мне кажется, по встречке, и убил двух человек. Это нормально, потому что убили двух смердов, граждан Российской Федерации. Смерды граждан Российской Федерации, мне кажется, должны отдать жизнь за право мадам Нургалеевой проехать побыстрее. Это нормально. Но... А что ей угрожает в этой связи? В этой связи ничего ей не угрожает. Ничего ей не угрожает. Это все пропанация, пыль в глаза общественности. Я думаю, еще можно двух угрохнуть. Это не проблема. Что за проблема-то? Что за проблема? Людей, что ли, мало? У нас погиб... Там погиб сам водитель-то мультивена. И водитель четверки. Двое людей. Это оба-оба водителя. Ну, двое людей. Ну, что, мало? Ну, что, много? За право жены проехать побыстрее. Что, двое человеческие жизни? Это что, много? Нет. Я бы десять отдал каждый день. По десять человек бы убивал каждый день. Я бы убивал по десять человек. Нормальная тема. Она же торопится. Она же не может как скотина, как гражданка Российской Федерации двигаться. Непонятно, от чего ее защищают. Она же не может двигаться, как скотина, как гражданка Российской Федерации. Она же виновата ни в чем. Она великая, но не важно. Она великий человек. Она великий человек. К ней снисходит Зевс, ну, в смысле, в виде коровы. То есть, наоборот, в виде быка. Я забыл. Извините меня, я не очень... Да, 8.53, поехали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, секундочку, я посмотрю. Да-да-да-да. О, а в движении-то хуже стало. Хотя 5 баллов по-прежнему. Ленинградка плохая, в Химке плохие. Перед Митином весь подъем плохой. Новая Рига, наконец, остановилась, как ей положено, от Красногорского круга. И еще. И еще проблемы в Одинцове. ДТП, потом в Одинцове на спуске, потом минка вся до МКАДа тяжеленькая. Ну, вот, ну, вот, ну, вот, в основном. И, конечно, сегодня, что это у меня? Шоссе энтузиастов плохое. И Новая Рязанка плохая. 7-8-8-8-10-7-0 в движении. К теме вернемся чуть позже. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Сергей, здрасте, Фрогер. Здрасте, Фрогер. Заходил по Варшавке в Москву. Значит, внешний микрослепит, внутренний плохо. А Варшавка в центре лучше, чем обычно по городу. Лучше, чем обычно. Я смотрю, там красная часть не такая большая, как обычно. То есть есть затруднения и тяжелые затруднения. Но не так грубо, как обычно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, прошу вас. Я по поводу... После 9-ти, спасибо. 7-8-8-10-7-0 в движении. 7-8-8-10-7-0 в движении. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. 6-ти летний октября стоит от профсоюзной. И вот до трешки не доехали. Как обычно, как обычно или нет? Ну, да, как обычно. Спасибо. 7-8-8-10-7-0. 7-8-8-10-7-0 в движении. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Не работает светофор на пересечении Яузовской набережной и Богородского вала. И тут вообще из района не выехать. Спасибо. Из района не выехать. Ах, ну да, правильно. Потому что они все время едут и не пускают. Алло, здравствуйте. Да. Доброе утро, Петр. Петр, где? Людинская улица хуже, чем обычно. На квартал раньше полка стоит на место. Спасибо. Смотрите, люди говорят хуже... А нет, хвалили, кстати говоря, Варшавку, въезд по Варшавке. Почему-то сегодня 5 баллов, а необычные 6-7 на это время. 8 часов 57 минут. Спорт. Поехали. Русская служба новостей. Русновости.ру Петр, где? Петр, где? Рай, Петр Сережа. Семь, вред, вред, на рай рожан. Девять часов 3 минуты. Вторник, 27 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все, это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая этой программы. Здравствуйте, Александра. Доброе утро. Следователь отрабатывает все версии, в том числе ту, что авария была покушением. Нормальное обоснование сокрытия материала в дело. Уверен, что все об этом знают. А вы найдите родственников, убиенных супругой Нургаля. Она не убивала, она была в машине. Но, тем более странно, почему это скрывается. Это суверенная демократия. В строгине плохо, пишет Гавр. Сергей, а вы кристально чистый человек? Нет, я не кристально чистый человек. Нет, нет, о чем вы говорите? Смотрите, мало того, что вы настроили против себя комитет, имеется в виду КГБ, теперь вы настраиваете против себя и МВД. С уважением, Сергей. Хотите, побеседуем на эту тему? С уважением, Сергей Ищелкова. Позвоните, Сергей Ищелкова. Побеседуем, конечно. 221-й. Позвоните, Сергей Ищелкова. Позвоните. Я хочу с вами поговорить. 221-й. Сергей Ищелкова. Я настроил против себя комитет, КГБ имеется в виду, а теперь настраиваю против себя МВД. Скажите на милость, если человек, который говорит о документах, которые скрывает ДСБ по жене Нургалиева, настроил против себя МВД, то есть вы считаете, что МВД мгновенно будет настроено против меня? Это как-то странно. Я, честно, не настраиваю никого и не расстраиваю никого. Видите, Сергей Ищелкова, вы не звоните, а хотите, чтобы я вам позвонил? Давайте позвоним Сергею Ищелкова. Он хочет со мной поговорить насчет того, что я всех настроил, расстроил и так далее. Вот я подержу так, а? Вот. Эх, вот. Вдруг. Сейчас мы позвоним Сергею Ищелкову, который считает, что я уже расстроил против себя КГБ, а теперь я настраиваю против себя МВД. И так это странно звучит, потому что я ни разу не думал об этом. Я никого не настраивал, не расстраивал. Мысли не было никакой. Я иду по новостям. Я иду. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, да? Да, Сергей. Сергей, смотрите, значит, вот я не думаю о настроях или расстроях. Я, честно, иду по новостям. Это может кого-то настроить, как вам представляется? Ну, конечно. А как? Ну, поясните, пожалуйста. Ну, все люди, понимаете, вы просто, ну, вот... Ну, смотрите, я не состою ни в какой шайке, чтобы было понятно. И никогда не состоял. Вообще никогда. Значит, и в этом вопрос. В принципе, меня шайки покрывали. Мне было приятно. Я вам объясню. Когда я воевал, например, за то, чтобы вернуть череповецкий азот там государству или там, так сказать, там боролся с аннексимом, который не платил денег на каких-то предприятиях, да, все считали, что зарядил береза, и типа береза плохой или там хороший, да? А, ну, мне это было, служило прикрытием. Для меня это, ну, всегда было клево. А я думаю, меня и сейчас с кем-то ассоциируют. Ну, наверное. И это, в общем, неплохое прикрытие. Наверное, я так думаю. Но, в принципе, я никогда об этом не думал сам, лично. То есть, моей мотивации никогда не было настроить, расстроить. Мне кажется, что растет авторитет у всех, кто идет вот просто тупо по новостям, нет? Нет, Сергей, я с удовольствием слушаю вашу программу, просто с удовольствием. Я во многом с вами согласен. Но дело в том, вот, если вы помните, был вопрос о, ну, о национальных, ну, как вам сказать, вот об узбеках, там, о таджиках, которые вам там это самое, что-то там делали около дома. Да-да. Я считаю, что это не самое непорядочное было с вашей стороны. Что они что-то делали? А что? Нет, я что-то говорил, хорошее или плохое, я сейчас уже не помню. Нет, ну, если бы вы были бы... Нет, в узбеке таджики я... Государственным человеком, вы понимаете, вы бы пригласили, чтобы вам что-то делали своих русских, а не кормили иностранцев. А, здесь вот у меня прокол. А в остальном ничего, а в остальном ничего? А в остальном ничего, да. А с Нургалиевым. Ничего, но я вам хочу сказать сейчас честно, возможно, возможно, нас слышат, возможно, нас слышат люди, которые меня поддержат. Сергей, подождите, я хотел вам сказать одну вещь важную. Вот так, как любит землю узбек, ее не любит русский. Вот когда узбека отправили... Сейчас скажу, говорю, вещь, за которую я готов стоять. Вот я готов стоять просто за эту вещь. Смотрите. Вот узбек землю пальчиками перетирает. Я клянусь, узбек землю... Таджик не умеет тоже. Таджик похож на русского. А узбек землю пальчиками перетирает. Это смотреть на это. Это кино снимать, как они пальчиками землю перебирают. То есть так любить землю, как узбек, не любит никто на свете. Я не видел ни разу. Спасибо. Нет, нет, все. Значит, он обижен, что я узбеков куда-то приглашал. Ну, а какие здесь, Сергей? Ну, а как можно из этого делать план? Все, проехали, проехали. Слушай, проехали, проехали. Тупи, ту, 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 все, ерунда. Отход от темы. Отход от темы. Значит, тем не менее, я узбеков всегда буду приглашать, когда будут разговоры те о кухне. Кухня узбекская, одна из лучших на планете. Одна из лучших на планете узбекской кухни. И, безусловно, любовь к земле, которая, которую, может быть, увидишь только у некоторых народов на планете. И среди них, может быть, среди первой тройки на планете, кто так любит землю, узбеки. Понимаешь? Да. Пальцами перебирает и целует ее. Ты знаешь, как они любят землю. Я никогда не наблюдала этого. Это жесть вообще. Когда ты это увидишь, чтобы пуховое было. А как пух, чтобы было, он говорит. Чтобы как пух было. И потом уйти. Семечка любит, чтобы как пух было. Она объясняет. Это жесть последняя. Все. Да, нет, подождите. Все. Сергей оказался начиналительнее. Чем больше у вас друзей, тем вы хуже, как журналист. Понимаете, да? Почему, Сергей? Ну, это... Ну, что вы не можете объективно... Это этот парень, вот этот парень без образования, который создал концерн огромный в Гонконге и Тайване. Я читал недавно его интервью. А имя, к сожалению, не запомнил. Китайское имя, которое я не запомнил. Парень, у которого колоссальный концерн в Гонконге и в Тайване. Он сказал, ну, он говорит, а у вас все как-то сложные отношения со всеми. А он говорит, а вот чем больше врагов, тем выше тиражи. И чем больше друзей, чем больше друзей, тем ты тупее, как журналист. Потому что ты начинаешь дружить, ты обусловлен. Я ни с кем не дружу. Я ни с кем не дружу. Точка. Проехали, да? Все? Ну, да. Я не тусуюсь. Я не тусуюсь. Я не дружу. Я не бываю в кабинетах. Я не бываю на приемах. Сейчас, например, слушай, о, сейчас будет прием по поводу Путина. Слышь? Там будут давать осетрину и всякую фигню. Догадайся, кого ты точно не увидишь на этом приеме. Ну, вас, наверное. Меня. Меня. Никак в жизни ты меня не увидишь на этом приеме. Даже если... Не, меня не позовет никто. Но если бы даже позвали... Мы бы не пошли. Фиг бы, конечно. Ну, Сергей, там... Конечно, нет. Нужно идти, там будет новая... Конечно, нет. Надо попробовать. Нет, нет. Я однажды был на приемах в Кремле, они целуются как педики все. Как это? Они целуются как педики. Как блондинки в клубе. Педрилы. Внимание, я тебе серьезно говорю сейчас. Мне было так неловко. Я был на приеме... А, это был прием в Кремле по поводу, по-моему, какой-то годовщины ОРТ Первого канала. Первого канала. А с какими словами целуются? Целуются с словами... Ну, мы подходим, что говорю. Словами, здравствуй, дорогой. Да, мы начинаем целоваться, реально, целоваться. Три раза. Ой, по-всякому. А некоторые в губы целуются. Да ладно. Я тебе клянусь. Я тебе клянусь. Я не верю. Костя Эрнст целовал меня в губы. Я отпрянул, я сказал. Костя Эрнст целовал меня в губы. Клянусь, Костя Эрнст целовал меня в губы. Я успел отпрянуть. Это важно. Плюясь. Плюясь, отхаркивая. Вот так. Я сказал, Костя, вы ничего как педрилы. Кто-нибудь заметит. Сейчас какие-нибудь эти... Он говорит, ну, в богеме так принято, сказал Костя. Да вы что? Я клянусь, Костя Эрнст пытался поцеловать меня в засос. Он вам симпатизирует. Невероятно, я не знаю. Я не хожу в Кремль. Это опасное место. Они всасываются в твои губы. Эти чувырлы с дурнопахнущими ртами. Вонючими, мерзкими, дурнопахнущими ртами. Жирные, побитые оспой. Гунявые, говняные. Плохо выбритые. С прыщами. Они лезут целовать тебя в губы. Пфу, господи. Стыдно сказать. Я не пойду в Кремль больше никогда. Пфу ты, господи. Стыдно, говорит. Поверь. Подъем. Нет, нравы самые разнузданные. В Кремле отказались от Галантина из Фазанов и Оленины. Мы не знаем, что такое Галантин. Посмотри, пожалуйста, в Википедии. Посмотри, пожалуйста, в Википедии. В Википедии или в Гугле. Просто шикаривай. Галантин. Галантин от чего-то это значит Галантно. Галантно. Я бы хотел, чтобы на прием в Кремль пришли нацболы лимоновцы. Я бы хотел. Лимоновцы. Кто-нибудь, придите на прием в Кремль. А кто их пригласит-то? Ну, они могут прийти не незваные. Вот этот Галантин, его надо как-то отведать метанием в лица, мне кажется. Что за Галантин еще такой? Что это значит? Это же... Курица фаршированная любила мама. Это не то. Мама. Галантин. Рецепты у Елены. Курица фаршированная Галантин. Вот. Любила делать мама Вики Дашевской. Пишет нам Гугл. Галантин. Жесть. От желатина. Я так и знал. Это искаженный желатин. Выделено 12 миллионов рублей. Передом управление делами расторгло контакт с комбинатом питания Кремлевский. А будет наоборот теперь Хреков. А нет, Хреков высказался. Нет, Хреков высказал. Простите, пожалуйста. Нет, Хреков не будет ничего готовить. Он будет просто комментировать стоять. Ну, очень хорошо. Он, кстати, выгодно отличает его от тех, кто будет готовить. Смотрите, что будет. Следует водку царскую, коньяк российский, аналогичный будет марке Кремлин. Не будет гелатина из фазана с лесной ежевикою. Останется в прошлом холодная оленина с можжевеловыми ягодами. Все педрильские блюда. С брусничным соусом. В качестве горячего будет подаваться не медальоны из косули с ломтиками медовых яблок и соусом из ягод, а будут подавать стейки за ситрины. Погоди секундочку. И омлет. Будут подавать. Из ягод будут подавать. Как написано? Что это значит? Что это за хрень? Подожди. Подожди, я читаю по известиям. Из ягод будут подавать стейк. Что это значит? Нет, вы не правильно прочитаете. Внимание, прочитаю дальше. Из ягод будут подавать стейк из-за ситрины. Что это за хрень такая? Из ягод. Из ягод будут подавать стейк из-за ситрины. Что это значит? Объясни мне. Из ягод будут подавать стейк из-за ситрины. Ну, вы неправильно читаете. Ну, не твою мать, что это такое? Соус из ягод Будут подавать стейк из иститрины Понимаете? В качестве горячего вместо медальона И соусом из ягод Соусом из ягод будут подавать стейк из иститрины Фраза не стала лучше Все, хрест, поехали дальше Фаршированные мини-овощами Что это за мини-овощами? Есть такие маленькие морковочки Такие есть кукурузки маленькие Такие маленькие Для гномиков В соусе шампунь И каре ягненка с лазанью из баклажан. Лазанья из баклажан. Еще раз, прощи это. Лазанья из баклажан. Что это за хрень, объясними? Лазанья всегда была из пасты. Всю мою жизнь пред этим. Больше того, 60 миллионов итальянцев убеждены, что лазанья это паста. Здесь именно в виду баклажановая лазанья. Это кусочки теста с баклажанами. Полный вперед. Кто писал эту хрень? Объясними. Хреков. Хреков писал. Нет. Нет, Ольга Жермельева. А, понятно. Жермельева. Шато де Гран-Восток будут подавать. Это белое вино марки. Тоже 8-9 год. Красным и белым. Шато де Гран-Восток. Что за восток? Что это за хрень, объясними? Это из Суринама, что ли? Это что, вино из Суринама? Нет, это какая-то... Что они пьют пойло какое-то? Это шампанское наше, наверное. После этого лезут целоваться. Все, хватит. Все, поехали дальше. Что? Я ищу, что такое... Это прекрасно. Да, белое вино. Это белое вино? Прекрасно. Хорошо, Ромни... Нет, вот, слушай, про вино еще очень интересная вещь. Чесма, Челябинская область. Это вот практически в Кремле. Ну, в смысле, не в Кремле, а ну и не в Кремле. Это Чесма, это город. 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 Чесма, Челябинская область. Марк 26-е. Алла Александровна, Новый регион пишет. Сгорел местный алкомаркет. Алкомаркет. То есть алкомаркет, это, видимо, как-то характеризует магазин, как специализирующийся на шатоу Легран-Восток. Там все попроще, наверное. Ставшие свидетелями пожара жители бросились вытаскивать с пепелища уцелевшие бутылки со спиртным, как передает корреспондент Нового региона о случившемся, пишет южноуральский блогер Анатолий Шалагин. Все началось с бака, в котором сжигали мусор. Они сжигали там отделы одежды, и они из отделов одежды что-то сжигали, видимо, свои, собственно, товары, я думаю. Не в силах стерпеть позора. Ну, неважно. Как рассказывают люди, на чьих глазах это происходило, после того, как пожарные потушили огонь, в пожарище ломанулись чесменцы. Чесменцы это интеллигентнейшие люди. Надеюсь, мне чесма, набери, пожалуйста, гугл чесма, чесма Вики, чесма Вики. Вот так, набери, пожалуйста, чесма Вики. Я хочу понять, что это за чесма еще такая. Ну вот. Как рассказывают люди, они бросились в какие-то тряпки, перепачканные бутыли с алкоголем на дне пожара. Ну так вот, рискуя погибнуть под тлеющей кровлей, они резали в кровь руки, но искали то, что можно было использовать. Трясли тряпки, вскрывали бутылки с алкоголем и сливали содержимое в ведра. Все бежали со всей чесмы с ведрами на пожар, бросались под горящую крышу, вскрывали прямо стоя под горящей крышей бутылки и сливали в ведра. Без разбора. Без разбора. Абсолютно. Шато-Ле Гром-Восток. Вместе, прикинь, с каким-нибудь мамом, с каким-нибудь там, вдова Клико, и все вместе, все вместе. И там и Бехеровку сверху, и сверху Бехеровку, Бехеровку. Нет, шампанское, чтобы такая... Я же уже сказал про Клико. Слушай, и Шато-Ле Гром-Восток. А сверху Бехеровку. А дома выпьем. И все. Слушай меня. Значит, на пепелище копались люди, которые считают себя местной интеллигенцией. Сумма ущерба. Ну, какая-то скукотища. Покажи мне, что это за чесмач такая. Село в Чесменском районе, Челябинская область. Население 6 тысяч человек. Ну, конечно, интеллигентно. Чесма, наряду с Берлином, Парижем, Порт-Артуром и другими, входит в ряд сел на юге Челябинской области. Там есть еще села Берлин, Париж, Порт-Артур и Фершампенуаз. Фершампенуаз. Тихо. Российская армия одерживала свои победы, и села назывались вслед за... Значит, в честь побед русского бесконечно мудрого флота или еще что-то. Там добывают мрамор. А теперь стали добывать... А вот уже 9 тысяч человек в этой чесме. А теперь стали добывать и спиртное, и с пожарище. Ну что тебе, как тебе, это нас характеризует? Объясняю. Это нас характеризует или нет? Да, ничего удивительного нет. Ничего удивительного? Да. Ты бы тоже так поступила? Если была в Чесме, то да. Я бы тоже. Я бы тоже. Ну, взяла бы побольше ведерка и вперед. Только я боюсь, когда шампанское открылось. С ведрами идиоты сливали под горящей кровлей Россия. Челябинская область. Чесма. 21 век. Обзор печати. Александра Красногородская. Прошу вас. Да, сегодняшняя пресса. Начнем с газеты «Комсомольская правда». У всех столичных вокзалов появятся стоянки для легальных такси. Если верить публикации, то теперь около вокзалов будут только легальные такси. А если вы видите, что стоянки такси у каких-то вокзалов монополизированы, или пассажиров по-прежнему привозят бомбилы, пишет «Комсомольская правда», то предлагают позвонить по телефону, который указан в этой публикации. И еще из «Комсомольской правды» жена Кадырова покоряет мир мода. В минувшее воскресенье до моды супруги главы Чечни Медни Кадыровой представил в Объединенных Арабских Эмиратах новую коллекцию одежды «Леди Чечня», которая была посвящена первой леди республики. На показе было представлено более 70 вечерних и повседневных нарядов. И сама Кадырова говорит, что она уверена, что показ в Дубае – это первый шаг к покорению мира моды на Ближнем Востоке. В «Комсомольской правде» также есть несколько снимков с этого показа. Такие довольно-таки милые платьицы. Российская газета зарплату медиков могут поднять в два раза. Минфин предлагает изменить систему оплаты труда бюджетников. Зарплаты педагогов, медиков и работников культурной сферы могут быть повышены. Однако параллельно бюджетникам предлагают отменить льготы в натуральном выражении. Это может быть одна из наиболее масштабных реформ, которая затронет почти 13 миллионов человек, говорят эксперты. Газета «Известия» столичное налоговое управление активизировало работу по уничтожению фирм-однодневок. Оно разослало по своим инспекциям распоряжение запустить во внутренних компьютерных системах розыск недействующих юридических лиц. Робот должен автоматически отбирать заброшенные компании для их удаления из реестра. Еще из «Известий» на вокзалы нагрянут таинственные пассажиры. РЖД хочет провести масштабную проверку качества обслуживания пассажиров на российских вокзалах. С мая по октябрь 137 вокзалов посетят так называемые таинственные покупатели, неофициальные проверяющие. Эти покупатели проверят работу камер хранения, санитально-гигиенических комнат, сервисцентов и так далее. Причем каждый вокзал проверят дважды для чистоты исследования. На это предполагается потратить около 7,5 миллионов рублей, пишет сегодняшнее «Известие». И еще публикация из этой же газеты. Дороже всего бюджету обходится «Сибирь» такой заголовок. И делаются выводы из публикации Минфина, который впервые явил на суд общественности консолидированные данные по распределению межбюджетных трансфертов по субъектам федерации. И при этом разница между лидерами, списками и ближайшими преследователями оказалась колоссальной. Вот какие цифры приводят «Известия». На каждого жителя Камчатки приходится по дотации почти 100 тысяч рублей. А на жителя Чечни показатель более скромный – 13 тысяч рублей. И здесь другие данные. Какой регион, как датируется об этом в «Известиях». Новый российский танк получит цифровую пушку. Опять же, идем по страницам газеты «Известия». Этот танк создан к 2015 году на базе тяжелой боевой платформы «Армат». И танк получит цифровую пушку дистанционным управлением. Танк реализуется на «Уралвагонзаводе». И в 2015 году уже можно будет увидеть машину в металле. А те танки, которые сейчас модернизируют Минобороны, ДТ-90, Т-80 и Т-72, будут отправлены на базы хранения для резервистов. И еще новости от Министерства обороны, которая объявила тендер на закупку военной формы на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. И здесь вот такой есть еще момент, что Минобороны закупают носки 8 миллион пар. И носки должны быть из хлопка на 70%, и на 85%, 15% полиамида. Власти выгораживают трамвайные пути. Это новость для жителей Москвы. Предлагаются трамвайные пути огородить столбиками и бордюрами, либо приподнять над остальной дорогой. Сейчас уже идет такой эксперимент на улице Свободы. Пути огорожены невысокими столбиками с одной стороны, но местных жителей это возмутило, потому что сейчас получается, что на огороженном участке ходит только один маршрут трамвая. Остальные виды транспорта, троллейбус и маршрутка вынуждены стоять в усилившихся из-за этого пробках. Коммерсант пишет о том, что Мегафон и Ростелеком ведут переговоры о совместной покупке контрольного пакета Евросети. И, скорее всего, продажа акций Евросети ожидается в ближайшие 2-3 месяца. Россия получит внешнее образование, пишет тоже сегодняшний коммерсант. Стало известно, что после своей инаугурации одним из первых законопроектов президент подпишет указ о господдержке и подготовке необходимых для инновационного развития стран-специалистов, ведущих в зарубежных университетах. То есть теперь на государственном уровне будет поддерживаться образование за рубежом. Дмитрий Медведев 2 апреля вновь проведет встречу с представителями незарегистрированных политических партий. На этой встрече будет обсуждаться ход политической реформы. Эксперты считают, что президент хочет еще раз подчеркнуть авторство начатой им реформы по либерализации политической системы. Об этом в коммерсанте. И опять про Путина. Владимир Путин повысит зарплату бюджетникам, проведет перевооружение армии, а также обеспечит строительство дорог. Именно в эти обещания верят респонденты, которых опросили социологи Левада Центра. В метро не нашли состава преступления. Эксперты посчитали, что Дмитрий Гаев законно получил 112 миллионов рублей. И департамент МВД прекратил уголовное преследование бывшего начальника Московского муниципалитета Дмитрия Гаева. Через год после расследования оказалось, что в действиях к чиновнику подозреваемого в злоупотреблении полномочия и нанесении ущерба в 112 миллионов рублей отсутствует состав преступления. Московские новости. Обед по полному тарифу, называется статья. Чиновники собираются поставить бытовые электроприборы в равные условия. Этим летом обладатели бытовых электроприд, возможно, ждет неприятный сюрприз. Рост тарифов на электроэнергию в полтора раза. Сейчас такие домовладельцы платят по льготной ставке 70% от полной стоимости энергии. Однако правительство разрешило региональным властям с 1 июля эту льготу убрать. Эксперты указывают на экономическую обоснованность такого шага, но предупреждают о социальных рисках. Долг метражом красен. Еще одна публикация из газеты «Московские новости». Конституционный суд должен дать ответ на вопрос о том, может ли гражданин, который столкнулся с нежеланием должника возвращать занятые деньги, претендовать на часть жилья заемщика. Норма Гражданского кодекса, который сегодня начнет проверять Конституционный суд, запрещает обращать взыскание на жилое помещение или его часть, есть ли это жилье. Единственная подробность в газете «Московские новости» и еще выделенка для детей. Спецавтотранспорт для инвалидов в Москве могут пустить на выделенные полосы. Это был обзор прессы. Сейчас новости НРС. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На Русской службе новостей. Кстати говоря, некоторая вещь, которую мы не могли вам рассказать прежде, но теперь пришли сообщения. Больница номер 2 имени Дурочка, областная психиатрическая больница номер 2 имени В. Яковенко, она, эта потрясающая больница, как сказано, была введена в действие Громовым, губернатором Гробовым. Мы вчера перечислили его достижения. По другим данным она существует уже более 100 лет, а по некоторым данным десятилетия, но неважно. Громов и Громов. Хорошо. Одно из главных достижений Громова в том, что до того, как он стал губернатором, в этой больнице было 700 гектаров. 700 гектаров превосходной земли. А теперь у них нет 700 гектаров. Вот одно из достижений губернатора Громова. Что? Да, как-то именно так. Нет, 700 гектаров нет. Но были. Были. Зато больницу отремонтировали. Дурочки, они могли гулять вперед. 700 гектаров, прикинь. Это очень много. Теперь нет 700 гектаров, говорят люди, нам пишут, обиженные люди говорят. Было 700, стало не 700. Ага. У них забрали землю. Но это вот Громов, потому что, ну как он говорит, а зачем дуракам земля? Зачем дуракам земля, говорят? Тем более столько, лучше мы там построим. Зачем идиотам земля? Они же, говорят, полные идиоты. Полностью, абсолютно клинические идиоты. Зачем земля, объясните? Хорошо. Так, это вещь, которую мы должны были отчитаться перед вами. Да, прошу. Сейчас я, я сейчас. Ром не сказал. Слушай, вот это интересная тема. Ром не сказал о подслушанном разговоре Обама и Медведева. Россия, геополитический враг номер один, Ром не, который борется с Медведевым, с Медведевым и с Обамой одновременно. С Медведевым, впрочем, он уже не борется совершенно никак. С Обамой он борется. На грядущих президентских выборах в ноябре этого года в Соединенных Штатах. Ну и, соответственно, используя тему Рома. Послушали разговор Обама. Обама говорил с Медведевым, тихонечко. Один из микрофонов, вероятно, ABC, зацепил разговор, который Обама и Медведев не рассчитывали, что будет услышан. Медведев говорил с Обамой по-английски. На ангельском языке. На ангельском. Обама говорит. Так, секундочку. Ни один из президентов, очевидно, не давал себе отчет, что их разговор записывается. Это мои последние выборы. Говорит Обама. После них я буду иметь более значительное пространство для ваневра. Простите перевод. Простите перевод. Ну вот давайте такой вот ходульный перевод с английского оставим. Давайте. Давайте. Это мои последние выборы. После них я буду иметь более значительное пространство для маневра. Говорит Обама. Обама буквально говорит следующее. Я буду в меньшей степени зависеть от электората и от граждан Соединенных Штатов. Я смогу сделать некоторые вещи, наплевав на собственный народ. Ну так он говорит. Да. Ну так он говорит. Я смогу наплевать на собственный народ. Потому что это. Потому что выборы пройдут. После того, как выборы пройдут, у меня будет финальный как бы мой мандат. Да. И я смогу наплевать на собственный народ, говорит Обама. Дальше говорит Медведев. Ну там сколько-то фраз мы отпускаем. Он говорит. Я понимаю. По-английски. Я передам эту информацию Владимиру. Круто. Круто. А может это нарочно. Че? Ну, может они знали, что есть прослушка. Что их пишут. А? Не знаю. Почему тогда один из них говорит, что наплюет на собственный народ, а второй говорит, что не принимает решений. Первый говорит. Я наплюю на собственный народ. Второй говорит. Я решений не принимаю. Я здесь для того, чтобы передавать Владимиру. То есть я... Оба, 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 оба. Медведев. I understand your message about space. This is a space for you. Place, place. Place for you. There is a space for you. Он наговаривается, потом повторяет. Смотри. Что говорит Медведев. I understand your message about space. There is a place for you. Потом поправляться. There is a space for you. Обама. This is my last question. Медведев. I understand. I transmit this information to Владимир. I transmit this information to Владимир. Вот и все. Вот и все. Ну, как бы вот... Для чего? А? Для чего? Что это? Оба говорят вещи, которые не хотели бы, наверное, чтобы это услышали. Ну, если бы не хотели, но не услышали бы. На таком уровне. Нет, они говорят, ну, какие-то микрофоны всюду, поймите, они в публичном пространстве, но они не знают, что это пишется, потому что это не пишется формально. Это американские журналисты. Русские журналисты никогда бы не дали это. Дают американские журналисты. Ну, и в связи с этим... Это всасывает ABC. Микрофон ABC, если я правильно понимаю всей прессы. Понимаешь? Это всасывает микрофон ABC. Один президент говорит, что он наплюет на собственный народ. Один президент. Обама. Обама говорит. Сейчас, говорит, я должен заискивать перед народом, потому что у меня выборы. А потом я свой народ пошлю в жопу. Потому что будет последний мандат, на выборы не идти, я свободен. Они о чем договариваются вообще? Просто так? Они договариваются. О чем? Какая разница? Они договариваются так, что для Обамы важно, что после выборов он будет делать, не глядя на собственный народ. Понятно, да? Ну, да. Абсолютно важно. Абсолютно важно. То есть получается, что Обама наш человек. Медведев говорит. I will transmit this information to Владимир. Медведев ведет себя как посланец Владимира. Понятно, да? Да. Ну, все. Что-нибудь неожиданного услышала? Скажите, в этом диалоге что-нибудь неожиданное? Неожиданное, что Обама говорит, что... В этом диалоге что-нибудь было для вас неожиданное, товарищи дорогие? Вот это голосование сейчас маленькое. В этом диалоге что-нибудь было для вас неожиданное? Да, это очень неожиданный диалог. 916-5581. От одного из участников вы не ожидали подобной реплики. 916-5581. Неожиданно. Нет, очень неожиданно. 916-5582. Очень неожиданно. 916-5582. Вас это не удивило? Каждый из участников мог произнести такую реплику. Это нормально. 916-55-81. Это неожиданно. Вас это ошеломило. 916-55-81. Разговор двух президентов. Один. У меня появится пространство для маневра после выборов. Это будет мой последний срок. У меня не будет больше выборов. Следовательно, у меня появится пространство для маневра. Говорит Обама. Если это перевести в смысловом контексте, это значит, мне плевать будет на народ. Сейчас перед выборами я должен считаться собственным народом, а потом я буду плевать на собственный народ. 916-55-81. Это дико неожиданно. I will transmit this information to Vladimir. Говорит президент России. Вы ожидали такого разговора. Ничего удивительного. 916-55-82. Вас это не смутило. 916-55-82. Нет, не сошли. Они обсуждают проблемы размещения объектов противоракетной обороны. То есть это извечная тема, к которой мы... А, смотрите. Или нет. Мы не слышали другого куска разговора, прости. Да, мы... Мы не знаем этого. Нет, ребята, нет, ребята, мы не знаем этого. Не надо придумывать. Нет, это пишет. Не надо придумывать. Они обсуждали, что бы то ни было. И потом обменялись этими репликами, которые вышли в эфир, потому что один из микрофонов сосал. Сергей, а для вас что-то есть неожиданное? Вы удивились этому диалогу? Да, в общем, нет. Я просто, ну, как бы очень неосторожен. Мне кажется, им надо было бы зайти в ванну или в туалет и включить воду. Сломать бачок, чтобы жужжала такая вода. Если бы я делал такое что-то, я бы обязательно зашел в ванну и включил душ. Или бы я зашел бы в туалет, сломал бы бачок, спустил бы воду и прием бы... Представляете, Обама с медведем захватывали. Обама очень негабаритный, товарищ. Да, потому что надо приискать туалет. А там же Корея, наверняка, туалеты какие-то микроскопические. Так, итак, 19,4 процента. 19,4 процента изумлены этим разговором. 80,6 процента. Ничего изумительного там не встретили. Погнали. Подъем. С Сергеем Даренко. Найрусен. Ромни говорит в ответ, но Ромни как бы подхватывает эти слова Обама. Он возмущен тем, что делает Обама. Он возмущен словами Обамы. И Ромни говорит следующее. Нет, говорит, Обама не прав. Обама идет на уступки России. Россия противник номер один. Фраг номер один Америки. Геополитический. Геостратегический. Геополитический. Да, кстати, сбой движения произошел на зеленой ветке метро в Москве из-за неисправности состава. Поезда на замоскворецкой линии московского метрополитена во вторник утром следуют с задержками из-за неисправности одного из составов. По данным на 9.16. 9.16 сейчас 8.43. Нет, подожди, сколько сейчас? 9.43. 9.43. У нас разные компьютеры показывают разное время. Сейчас думаешь 9.43? Ну, я вот на часы смотрю. А скажи, пожалуйста, а вот почему этот компьютер показывает 8.40? Ну, привязь. А это на другой. Значит, неважно. По данным на 9.16 поезда на зеленой ветке ходят с увеличенными интервалами из-за неисправного состава, обнаруженного на одном из участков. Обнаружили, и он лежит там как грибочек. Сказал собеседник агентства. Зачем он там лежит? Почему он не встанет, почешется с задней лапой и не уйдет? Почему он там лежит? Я не понимаю. Все от него спотыкаются, какой-то состав. Ему хорошо он отдыхает. Ему хорошо. Потом он встанет, почешется за ухом, задней лапой и попилет дальше. Так, Ромни сказал, Россия геополитический противник номер один. Скажите, пожалуйста, это комплимент? Это комплимент? Это трезвая оценка. Ромни сказал, что Россия для Америки геополитический противник номер один. Вы считаете, что это комплимент? 9.16. 5.5.81? Нет, это, конечно, трезвая оценка. Мы действительно противник номер один Соединенных Штатов. Да, мы действительно противник номер один Соединенных Штатов. 9.16. 5.5.82. Это просто комплимент. Ромни сильно преувеличивает. Американский кандидат в президенты заявляет, что Россия противник номер один. Враг номер один. В России враг номер один. Это комплимент. Это, так сказать, это большое преувеличение. Какой уж нафиг враг? 9.16. 5.5.81. Нет, это действительно положение дел 9.16. 5.5.82. Пожалуйста, 7.8.8.107.0. Пробуем обсудить. Это Алл. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Дмитрий, Москва. Дмитрий. По поводу диалога. Да нет, нет, не по поводу диалога. Мы действительно враг номер один или нет? Ромни утверждает. Спасибо. 7.8.8.107.0. 7.8.8.107.0. Мы действительно враг номер один или нет? Алло, здравствуйте. Да, слушаю. А что вы говорите? Ромни говорит, что Россия всегда поддерживает худшие мировые режимы. Худшие мировые режимы. Поэтому мы делимся. Мы поддерживаем худшие мировые режимы. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да. Алло. Здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте. Вы знаете, естественно, враг номер один для санкатов. Тем паче, по поводу Ромни так получилось, что, короче, вот, к сожалению, он общался по работе с Митом Ромни. Да. Вот. И что самое любопытное, то есть он, естественно, очень образованный человек. И много раз забыл фамилию посла нашего бессменного в Штатах. Да. Это им вот принадлежит обоим фразам, что хорошее отношение между Штатами и Россией или Союзом. Да. Это плохие отношения. Скажите, но... Но лучше они будут плохими, но стабильными, чем они будут хорошими, но в обе стороны они будут негативными. Россия в лучшем случае среднеразвитая страна. Одна из средних стран, которая претендует на региональное лидерство среди всевозможных Таджикистанов. Как может считаться подобная региональная сверхдержава, лидирующая среди Таджикистанов, врагом Америки? Объясните мне, пожалуйста, чтобы я понимал. Нет, все очень просто, потому что Россия воспринимается в Штатах, вот сколько он был в Штатах, она воспринимается как такой большая верхняя вольт с ядерными ракетами. Конечно, такая отрыжка холодной войны идет, но тем не менее... Да, да, да. Типа на кого мы... Ну, это устаревший штамп, это устаревший штамп. Да, на кого мы накинемся... Да, 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 русский дурак в ушанке, который отправляет ядерную ракету. Все знают эти штампы, да, это штампы американские типичные. Ну, а эти штампы чуточку устаревшие, мне кажется, нет? Ну, через... Они какие-то устаревшие. 788-1070, алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый день, Виктор Петербург. Мое мнение такое, что, в принципе, Ром Николай, он дармашинирует ситуацию, потому что для своей безвыборной кампании ему было бы выгодно, что Обама... Конечно, он, мне кажется, работает в системе штампов старых, для того, чтобы просто обрушить Обаму. Безусловно, и для этого нужен, естественно, сильный противник, так сказать, и главное, поэтому он просто драматизирует ситуацию. Но мы с вами понимаем, что Россия давно не противник Соединенных Штатов, просто как бы вот кишка тонка, но сегодня, ну вот никак. Ну, дело даже не в кишке, может быть, но просто, чтобы до своих, так сказать, потенциальных избирателей, надо представить дело так, что президент сдает позиции противнику, так сказать. Подождите, но мы имеем дело со страной, которая экспортирует нефть, девок и дизентерию. Мы имеем дело со страной, в которой нет ни одной дороги. Внимание, страной, в которой нет вообще ни одной автомобильной дороги. То есть у нас есть дороги, ну, качество первой половины 20-го века, да? Вообще ни одной современной дороги. В принципе, ни одной, понятно, да? Значит, какой угроза? Кому угроза? Что за смех? Зачем этот смех? Этот смех для избирателей, понимаете? Там не все люди продвинутся совершенно для того, чтобы добавить драматизма именно... Я понял, понял, понял. Спасибо вам огромное. Спасибо. Как Питер? Как Питер? Холодно у вас? Как там у вас? В порядке, в порядке. Держитесь изо всех сил. Держитесь изо всех сил. Какие они клевые, эти питерцы. Слушай, я имею в виду, какую нахрен угрозу мы можем представлять в Соединенных Штатове? Это просто ход. Страна экспортирует нефть, проституток и дизентерию. Страна лишена полностью инфраструктуры. В 10 километрах от МКАДа нет интернета. В 10 километрах от МКАДа нет интернета. Понятно, да? Да, но Ромни не мог сказать по-другому. Значит, полностью отсутствует инфраструктура. Полностью отсутствует 21 век. Полностью отсутствует 21 век, да? Эта страна лишена ни единой дороги. Вообще ни одной дороги нет в России. Одну дорогу назови мне, например. Ну, любую. Нет. В Харьков дороги нет. В Белгородской области дороги. Ну, нет, дороги нет. Дороги нет. Что это значит? Это тропа Хашимина в Белгородской области? Сравни, пожалуйста, с дорогами в Каталонии. Нет, нет. Это невозможно. Во Франции. Сравни, пожалуйста. Нет. Просто нет, сравни. Ну, нет дорог в России. Нет дорог. Нет дорог. Нет интернета. Сверкающиеся золотозубые улыбки отовсюду. Не можем машину сделать. И экспорт девок нефти и дизентерии. Я не понимаю, какой враг мы можем быть, каким врагом мы можем быть для Соединенных Штатов. Кто-нибудь поймёт? Объясните мне. Сергей. Какой он нахрен враг? Вы что, ребят? Вы что, ребят? Спасибо. Значит, слушайте. Это комплимент. Мы не можем быть врагом Соединенных Штатов. 55,7%. Нет, мы действительно настоящий враг Соединенных Штатов. Действительно полномасштабный, красивый, большой, немощный. Такой, витязь такой. 44,3%. Товарищи, 44,3%. Вы полны иллюзий. Мы не можем быть врагом. Наша элита полностью вся там. Россия осваивается вахтовым методом, вахтовым методом, наездами из Лондона. Элита живёт за рубежом. В стране нет дорог. Она щерится золотозубыми улыбками из электричек. Ребят, и страна экспортирует нефть, дезинтерию девок? Алло, а что, про что вы? Какой враг? Где враг? Где вы наши врага? Врага нет. Никакого врага нет. Поехали, звоним на биржу. Подъём. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. С нами Лев Быстров, аналитик фондовой биржи ММВБРТ. Здравствуйте, Лев. Добрый день. Лев, а доллар, как мы с вами вчера его смотрели, слабеющий на 1,32 с пипсами, а сейчас уже 1,3349. Ну, действительно, всё-таки немножко откатывает. А мы же с вами считаем, что это правильно для нас, которые нефтяники? Мы же с вами нефтяники? Ну, пока что в данной ситуации, да. В ближайшие 50 лет, я думаю, тоже, да. Да, пока что у нас всё номинировано, как говорится, в долларе, то снижение доллара... Мы живём в долларах и в нефти. Да, и рост цен на нефть, это, конечно, хорошо для нас. Да, конечно. 125,38 бренд, я вижу, в эти минуты. Ничего, так нормально? Слушайте, а так что, сегодня будем штурмовать опять? Вы вчера как-то отличились и как-то очень мило. Ну, по всей видимости, всё-таки у нас на вечерние соседания не остановились, продолжили также рост, значит, и днём. Но при этом всё-таки надо заметить, что растёт волатильность, и поэтому на таких вот, в принципе, наоборотах чуть выше среднего есть вероятность, что рынок может развернуться всё-таки. Просто закрепить успех сейчас промежуточно, пока вторник, а потом в пятницу по новой, а? Вполне вероятно. Спасибо. Итак, 1,33, чего я говорил про доллар, то я уже теперь сам взял. 1,33,49, я его видел, 1,33,50 в эти секунды. Спасибо, Лев, до встречи завтра. Погнали дальше. Подъём. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. И Андрей Черногоров распределяет государственные деньги. Андрей, здравствуйте, как поживаете? Доброе утро. Отлично поживаем. У нас на торгах около 10 тысяч флотов. Выбрали для вас в Интаке. Да. 11-й конкурс от ТЭФИ в регионах на 11 миллионов рублей. Так вот. Значит, поставка саней для походов по Антарктиде в Антарктический институт на 7 миллионов рублей. Саней на 7 миллионов рублей? 7 миллионов рублей, да, санки. Ремонт цветников в МОЗ-Зеленхоз – 49 миллионов рублей. Утепление фасада Центра молодёжи и творчества в Москве на 9 миллионов рублей. И поставка постельных принадлежностей в санаторий Вуронова Минократового развития на 3 миллиона рублей. Слушайте, сани, наверное, какие-то огромные для больших грузов там. Такие джайант санки. Джайант санки какие-нибудь, да? Да, как в Сантер-Клаусе. Да, спасибо вам огромное. Спасибо на 7 миллионов рублей. Ты слышала? Салетями. Санки на 7 миллионов. Огромные какие-то для грузов, для контейнеров, что-нибудь такое. Санки, которые тянет огромный вездеход впереди и управляет им патрушев, щелингаровым, щелингаровым. Олени, 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 патрушев, тюрингаров. Тогда уж маламуты, маламутские ездовые собаки. Погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, в движении. Че у нас там сейчас? Посмотрим. Секунду, секунду, секунду. Секунду грузится. Ну, что за холера. 5 баллов опять Москва. Ничего особенного. ДТП перед Соколом на Ленинградке, народ. Вот так. Наверху внешняя третья транспортная где-то с 11 до 2 начинает останавливаться. Внешняя третья транспортная. И плохо где-то на пяти часах дня на МКАДе внутреннем. Вообще внутренний МКАД чуть лучше, чем обычно. Варшавка хуже, чем обычно. Потому что ДТП-2 образовались на въезде в город. Ну, так все, ничего, более-менее. Да, и два ДТП на Новой Риге на въезде в город. 7-8-8 по Яндексу. 7-8-8-1-7-0. Где едете? Что видите? Пробки засады аварии. Алло, здравствуйте. 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 Да, Алексей, здравствуйте. На покровке эвакуаторы убирайте машины, эвакуаторы все чистят. На покровке эвакуаторы убирайте машины, разбойники. Вообще их туда не ставьте. Вот это вот жесть, конечно. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это Марат. Да, Марат. Внешняя третья от проспекта Мира. И вот до Шереметьевской. Ну, уже минут 10 полкаются. Да, да, вот я... Да, 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 да. Спасибо за свидетельство. Да, да, я тоже только что об этом говорил по Яндексу. Значит, подтверждается. Спасибо. 7-8-8-1-7-0. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Да, Алексей. Ну, я не по пробкам, по другому. Нет, 7-8-8-8. Как это получилось у вас? Видите как? По-другому. Ну, вы отлично. 7-8-8-1-7-0. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Где вы из Красно-Богатырской на Яузу? Работает неадекватно, ужасная пробка, все стоит. Спасибо. 7-8-8-1-7-0. 7-8-8-1-7-0. Пробки, засады, аварии. В движении. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Из ваших уст постоянно? 7-8-8-1-7-0. 7-8-8-1-7-0. А вот, собственно, уже и спорт. 9 часов 57 минут. Погнали. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. 10 часов 4 минуты. Вторник, 27 марта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая программы. Здравствуйте, Александра. Явлинский выписан из больницы. Явлинский выписан из больницы. Один из основателей яблока, Григорий Явлинский, выписан из больницы. Чувствует себя хорошо. Сообщила Екатерина Магина. Или Магина? Магина. Его пресс-секретарь. Самое смешное, это вопрос по ударению на фамилии Вагина. Ну ладно. Значит, более недели назад Явлинский был госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом стенокардия. Сегодня Григорий Алексеевич выписан из больницы, все хорошо, чувствует себя в полном порядке, готова уже на днях приступить к работе. Что это на днях? Уже сразу приступает. Он не оставлял работу, насколько мне известно. На днях готов. Курс рубля к доллару может вырасти. Так, что сейчас было? Сейчас безоголовка, безоголовка, да? Вот это? Безоголовка? Обе. Мы не можем так. А, вот как. Подождите, это лажа полная. А где доллар? Вот он, доллар. Доллар 28,89, сейчас доллар 28,89, мы говорили, что доллар был 1,33,50 к евро и упал за ночь на фигуру. Так, погнали. Слушай, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения причислила вегетарианство к психическим заболеваниям. Поздравляю. Вегетарианец, позвоните мне, пожалуйста, 788-107-0, я хочу вас поздравить лично. Обнять, пожать руку, пожать руку, поставить вам в глаза, измерить зрачок штангенциркулем и отдать вас в дурку. Кто-нибудь из вегетарианцев, позвоните, пожалуйста, 788-107-0, 788-107-0. Алло, здравствуйте, вы вегетарианец? Здравствуйте, да, Сергей, да, меня зовут Гарик. Гарик, есть у вас минуточка, я вам прочту, как есть. Да, да, я слушаю вас. Поехали. Всемирная организация здравоохранения опубликовала расширенный список расстройств и психических заболеваний, которые подлежат лечению врачом-психиатром. Они включены в группу расстройств и влечений в F-63-8, сыроедение и вегетарианство. Представители ВОЗ никак не прокомментировали данное решение. Американская ассоциация диетологов не разделяет такого радиокального мнения относительно вегетарианства. Эксперты полагают, что при правильно сбалансированной диете, значит, в F-63-8 сыроедение и вегетарианство, группа расстройств, привычек и влечений, которые требуют лечения у психиатра. Что вы скажете, Гарик? Вы знаете, нет никаких отклонений, абсолютно давно не ем мясо, абсолютно все нормально чувствую. Я знаю, вы едите омаров. Гарик ест омаров. Я угадал. Да, да, да. А, так нет, вы не настоящий. Алло, Гарик. А что, нельзя разве? Нет, я не понял. Мне нужен настоящий веган, который ходит в валенках, чтобы не носить кожу животных. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У нас Нургалиев, вегетарианец. Правда, спасибо большое. Это нежно. Он еще йог. Непростой такой ответ. Нургалиев действительно заявленный вегетарианец. Ответ обезоруживает просто. Всемирная организация здравоохранения заявляет, вегетарианство, такое последовательное, как у Нургалиева, и сыроедение относится к группам расстройства привычек и в лечении F63-8, требующие лечения у врача-психиатра. Какая прелесть. Дайте мне хоть одного психа, настоящего. Здравствуйте, вы настоящий псих-вегетарианец. Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Да. У меня опыт через год намного себя сейчас стал лучше чувствовать. Раньше был вспыльчивый, то есть мог накричать, сорваться на человека, сейчас я сдерживаю. А я специально с утра ем колбасу, чтобы накричать. Специально прям. Ну, это... Скажите, а вам голос какой-то является, какие-то такие вещи, нет ничего? Нет. Нет. И хотел сказать вот именно, что... Но вы тайно едите омегу-3, я знаю, омегу-6. Нет, 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 я ем в общем случае грибы и орехи. Грибы и орехи. Грибы бывают разные. Грибы бывают разные, да, я согласен. А вы пробуете разные? Ну, как право, вот то, что доступно в ближайшем супермаркете. А, супермаркете. У меня был друг, который шел по лесу и все ел. Говорит, то, а поганочку съем. Говорит, понемножку пробую, говорит, пока не торкнет. Такого не бывает. Нет, нет, такого не бывает. У меня был друг, который просто по лесу шел и ел грибы. Тоже в рамках вегетарианства. И, говорит, от разных по-разному прет. И, говорит, бывает так, что прет, так, что присядешь где-то уже в лесу. И только проснешься на следующее утро. Говорит, такие бывают грибы какие-то. Очень сильные грибы бывают. Так, все, поехали. Через минуту вернемся. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. А почему был? Съел не тот гриб? Спрашивают меня про моего друга, который ел грибочки подряд в лесу. Ну, нет, потому что сейчас снег, я имею в виду. Сейчас, когда только снег сойдет, я думаю, он опять отправится шлендрать по лесу и жрать грибочки на пробу. То мухоморчика какой-нибудь, значит, некоторые, говорят, шляпка, некоторые, говорят, ножка вот так вот, как-то плодоножка какая-то, значит, так и по-разному. Так вот, ест, 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 ест. Печень выдерживает. Хорошо ему. Печень выдерживает как-то, да. С некоторых пор я вегетарианец, я вообще ем мало. Обхожусь орехами, зеленью, овощами и фруктами. И, как видите, прекрасно себя чувствую. Это прямая речь Рашид Гумарович Нургалиев. Спасибо большое. Да, Александра. А вот то, что он весил раньше. Я весил раньше около ста килограммов и за несколько месяцев сбросил тридцать килограммов, рассказывает Рашид Гумарович Нургалиев. Да, да, спасибо, что вы нашли. Макфол. Майкл Макфол печатается наряду с проститутками в московском комсомольце. В смысле? Ну, с объявлениями проституток. Нет. Да. Майкл Макфол. Московский комсомольц. На одной из следующих страниц. Проститутки, мулатки, негритянки. Массаж, привороты от логи. Татарки, татарочки даже, татарочек раздают. Хочешь татарочку? Для чего? Домоработница. Нет, татарки гордые. Какие-нибудь, наверное, нафиг домработицы. Очень гордые. На них золото килограмм по восемь на каждой. Ты что? Что ты тут задумала? Досуг татарочка. Вот. 8, 916, 607. Ой, у меня что-то газета завернулась. Газета завернулась, телефон не вижу. Татарочка на досуг. Вот есть какая-то. Ну нет, это московский комсомольц. Сегодня посмотрите, кому нужна татарочка, негритяночка или младочка. Посмотрите, московский комсомольц. И кому нужен Майкл Макфол. Посол Соединенных Штатов, который посреди проституток написал статью. Очень интересно. Свободная тема. Смотрите. Он говорит, что делают и чего не делают в США для поддержки гражданского общества. Он говорит, что нужно рассказать про деньги. Мы не дали ни цента организаторам демонстрации в России, говорит Мак Макфол. Ну, кто же он их делал-то? Видишь, вот так, откат, наверное, какой-то. Слушай, от имени администрации Обамы я уже не раз заявлял нашу позицию. Двоеточие. Мы не финансируем политические партии, движения, организации политических лидеров. И не вмешиваемся во внутреннюю политику России, говорит Макфол. Посол Соединенных Штатов. Мы вмешиваемся вот во что. Он дальше перечисляет. Охрана тигров. Борьба с лесными пожарами. Борьба с незаконными лесозаготовками. И киберпреступлениями. А также профилактика и распространение полиомиелита в Средней Азии. Вот для этого мы встречаемся с Владимиром Путиным весной 1991 года. Он говорит. Так давно было-то. Да. Он говорит. Вот как встретился полиомиелит, слава тебе, Господи, остался. С тех пор. Поэтому, говорит, слава тебе, Господи, есть чем заниматься. Теперь. По программам денег. Денег американских. Кого, говорит, мы возим. Мы возим, говорит, по программам американских денег. Даем бабло с американской. Чтобы заманивать к себе в Америку. И расслевать. А это я уже приписываю. Простите. Макфол такого не говорил. Значит, десятки тысяч российских госслужащих. Вот что он говорит. Я цитирую дальше. Десятки тысяч российских госслужащих. Сотрудников правоохранительных, налоговых и финансовых органов. Офицеров Министерства обороны. Специалистов сферы здравоохранения. Прокуроров и судей. Муниципальных. Всю падаль, короче. Ну, нет. Офицеры Министерства обороны хорошие. Всю падаль возят они в Америку. И там расслевают, как мне представляется. Муниципальных служащих. Лидеров граждан. Что может привезти эти люди? Они айфоны там покупают. Я знаю. Айфоны и мастурбаторы. Там дешевле просто. Муниципальных служащих. Лидеров гражданского общества и женского движения. Вот. Молодой верный, пожалуйста. Владельцев малых предприятий. Представителей молодежи. И депутатов Государственной Думы. Америка за свой счет возит к себе. Позвоните, пожалуйста, 788-107-0. Если вы ездили в Америку за счет Америки. Товарищи. За счет Америки вы ездили в Америку. И вас там расслили. Окончательно вы купили айфон и мастурбатор. Пожалуйста, позвоните. Значит так. Также Юрия Трутнева, министра природных ресурсов, возили за американский бабло с туда. Татьяну Голикову. Тоже. Эльвиру Набиулину. Михаила Федотова. По правам человека. И многих губернаторов. Вот кого возит Америка. Что? Интересно про губернаторов. Многих губернаторов. За американские деньги. Вот это сегодня в МК пишет Макфол. Вас возили туда. Позвоните, пожалуйста, расскажите, как вас расслили. Расскажите. Это было чудовищно. Какая-то была статья недавно. О том, как возили какую-то, значит, русскую делегацию. Они там устроили дебош где-то в Лас-Вегасе, в отеле. Что-то перепились, как скоты. И устроили драку какую-то. Не помнишь, что это была статья? Что-то было. Это абсолютно животные какие-то. Да-да-да. Какая-то наше правительство какой-то области, что ли. Они поехали чуть ли не целиком правительством. И там перепились, как скоты. Устроили грязную драку. И все это было повышение квалификации, знакомство с американской демократией. Или что-то в этом роде. Как-то вот так вот у них это звучало. Нет, да ничего. Позвоните, пожалуйста, если вас возили за американский счет. 7-8-8-107-0. Вас звонили. Смотрите-ка. Навалом народу. Десятки тысяч. Звонить. Российских госслужащих. Сотрудников правоохранительных органов. Налоговых преступников. То есть налоговых инспекторов, простите. Алла, здравствуйте. Нет, я читаю просто. Алла, здравствуйте. Да, вас возили. Да. Попробуйте приглушить радио в машине, пожалуйста. Добренькая. Включила его так, а у меня выключено радио. Да, расскажите, расскажите, что это было за ужасное предприятие, от которого вы чудом спаслись живая. Как вас зовут? Значит, меня зовут Анна. Я папа. В 19-м году, к сожалению, стоящий человек у нас не был. У нас возили на фамилию. Мы могли купить двухкассетник. Ах, я не додумалась. Надо было купить двухкассетник, да. Мы возили на стажировку юридическую в Вестанцинский университет по правам человека. Так, и как вы спаслись чудом? Чудом спаслись по окончании этой стажировки. Мы чудо провели время. Она была безумно интересна. Только было очень странно, потому что совершенно у них у американцев другая психология. Совершенно были непонятные какие-то для нас явления моменты и объяснения. Да. Это потому, что все в фунтах и в дюймах, я вам висю. Все-таки вас очень плохо слышно. Простите, пожалуйста, меня за то, что я вас выключил. Это не потому, что я против людей, учившихся в Штатах, а потому, что я просто действительно звучок по качеству был не очень хороший. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вы учились в Штатах. Давайте рассказывайте, как все. Да. Спаслась сюда тоже. Меня Софья. Я была в Штатах. На повышение квалификации есть в Америке такая программа САБИТ, которую организует Министерство торговли с Семьёных Штатов. Они выбирают специалистов по специальностям, самым разным. Ну, у меня была медицинская техника, там было конемодство, там было виноделие, там даже была охрана. Прям хочу. Да, замечательно. Можете посмотреть по САБИТу программу и подать на конкурс. САБИТ как? САБИТ 2Б? Нет, просто САБИТ, ну, с так латинскими буквами. Я понял, понял, САБИТ. Вот, мы были в пяти странах, в пяти городах, мы были на предприятиях, нас учили в Министерстве, нас учили в Институте скандертизации. Я платила за посещение пяти городов, Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, всего 100 долларов за визу и всем. Вино, маркетинг, расширение сбыта. Сейчас можно принять участие, смотрите, значит, дальше, нишевый туризм, сейчас можно принять участие, права на интеллектуальную собственность. Ой, мамочка, хочу. А где конемодство? А прошло, у них каждый год новые программы, причем очень интересно. А как попасть? Да, причем очень интересно, они говорят, допустим, если вы посмотрите внимание, то есть часть программ, которые написаны только для, там, Киргизии, Узбекистана, Украины. Где? А мне повезло, мы были еще и из Москвы. Я могу прищуриться, если понадобится, и стать Киргизом, нормально. Слушайте, нигде мне так хорошо, как на конюшне, не было сроду. Вот мне хочется на... Ну, пока не вот столько. Ну, вот, посмотрите, может быть... В обществе кобыл я расправляю плечи. Вы знаете, я когда есть и кобылы какие-то, я расправляю плечи, наверное. А? Нет. Совершенно, я соблазнительно могу... А походка? Я могу ржать соблазнительно. Я хожу, я хожу церемониальным шагом. Но только заметил, что... Церемониальным шагом высоко поднимаю колени. Как если бы я был в нагавках. Как будто я был в нагавках. И делаю такой... Вот так вот. Да-да-да. А? У вас только голос меняется, я заметила. Да? Когда я встречаюсь с кобылами... Один, два, три, проба звука. Вот так? Russia Today туда ездит еще. Русский мир туда ездит еще. А еще туда ездит Джон Кеннеди. Нет, Джон Кеннеди уже не ездит. А еще туда ездит стипендии Альфа. Мамочка, как много. Так связи какие-то очень обширные, товарищи. Вас уже всех растлили. Черт, полстраны там. Алло, здравствуйте. Да, уже как-то... Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Осталось нам свидетельствовать. Здравствуйте, здравствуйте. Вы тоже ездили? У меня отец ездил. Отец. По какой программе? В сестре ездил. К сестре это не годится. За американские деньги? Не, нет, не годится. Нет, так его выгнали оттуда. А что вы говорите? За что? За то, что он не на американские деньги поехал, а на свои, видать. Нет, он когда приехал, увидел, как они живут. Так. У них два бассейна было того, смотрите. Он бросился целовать американскую землю с криком вкачание. Я просто их выгнал и сказал, я теперь буду здесь жить. А, они вызвали полицию. Да. Доберманы-пинчеры, револьверы, ирландские копы. Я просто Мерседес подарить. Кому? Кому? Брату, ну, в смысле, отцу моему. То есть, они ему подарили Мерседес, и вы отправили его в Освояси? Ну, да. Спасибо, спасибо. Как это мило. Нет, ну, Мерседес, правда, правда, это не шутка, может быть. Потому что на пароме, там, шиппинг, все это очень дешево. Все это очень дешево. Ну, это все равно не программа американская, о которой мы говорили. Я знаю людей, которые, когда было 1,60 доллара евро, покупали европейские тачки в Америке. Это было очень дешево. Ты знаешь, Паршаки, Паршаки, Бэхи. Так сейчас покупают. Нет, ну, сейчас не очень выгодно. Вот когда было 1,6 доллара евро... Там комплектации другие, поэтому выгодно. Ну, все равно лучше покупать в Америке. Я знаю, я знаю, до сих пор лучше. Но на самом деле Паршак лучше и сейчас в Америке. Но это самое... Но тогда было просто очевиднейшим образом выгоднее. Тогда даже Ешки можно было купить в Америке. Причем Ешки скорее, чем Эски. Потому что Эски делаются в Мексике, а Ешки из Германии. Понимаешь? Поэтому Ешку купить в Америке и привезти сюда на пароме, и так далее, и так далее. Потому что он не шутит, что ему подарили Мерседес, отцу. Два бассейна в Майами и все такое. Как получить Мерседес? Обругайте родственников с двумя бассейнами. Поехали. Все. 10.21. Обзор печати. Подъем. Обзор печати. Александра Красногородская. Саш, я прочитал статью сегодня и задумался. И хотел бы все-таки в рамках обзора печати предложить голосование нашим слушателям. Давайте. Я прочел статью, что до середины мая благотворительная организация «Доктор Клоун» принимает заявки желающих учиться в школе больничной клоунады. Больничная клоунада. Знаешь, ты говоришь? Да, это чтобы детишка вам настроение. Например, у детишки сломана нога, и он такой ходит, такой «А-а-а-а». Показывает, прикалывается. Иронизирует над болезнью. Прикалывается, да-да-да. Дона Роза, я солдат. Я не знаю слов любви. Но когда я увидел вас, обворожительнейшая Дона Роза... Это во взрослой больнице уже. Это во взрослой больнице. Это во взрослой больнице. Надо прикалываться, прикалываться. Ходить, показывать, как они геморрой носят сзади в ладошки. Ну, это в разных отделах, в разных... Слушай, нет, ну прикольно. А, слушай, значит, подожди. А если вот ты больная? Я больная. Ты больная. И что, и клоун приходит? Смотри на меня глаза. Сейчас диагноз подстроить. Смотри в глаза, говорю. Да. Правая рука теплая и тяжелая. Левая рука теплая и тяжелая. Ты больная. У тебя болит голова. Послушай, сейчас. Тебе справа подходит батюшка какой-нибудь, священник. А слева клоун. Кого выберешь? Вот интересно, товарищи. Это голоса. Значит, смотрите, сейчас больничные клоуны. Но они прикалываются и все время над вами издеваются. И все такое, понятно. Пинают ваши тапочки, чтобы вы потом шли в дальний угол палаты их доставать. Но еще всячески издеваются. Вы выберете в больнице, если к вам подходит клоун, то 916-55-81. Смотрите, к вам подходят два персонажа. Один вот в масхалате, в таком черном. Это батюшка. То есть, наоборот, первый клоун идет. Он с таким носом огромным, с огромным носом, полный дурак. Вы выберете клоуна 916-55-81. А второй батюшка, он такой в черном масхалате, в таком платье в большом, ходит. 916-55-82. Кого вы выберете все-таки скорее? Если к вам в больнице подходит клоун 916-55-81. И батюшка в черном масхалате 916-55-82. Наверное, с клоуном все-таки поинтереснее будет. Именно для выздоровления. Ну вот интересно же, как ответят слушатели. Интересное дело, не предвосхищай, пожалуйста, потому что это давление на слушателей называется. Вы сказали, что у меня правая рука тяжелая. А, то есть ты больная, правильно, ты выбирай, 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 выбирай. Кого? Ты клоун. Ты клоун. Ты с клоуном? Да. Что значит нет? Я не клоун никакой. Я батюшка. Как это? У нас сэнка. Я батюшка. Мы по очереди. А, батюшка? Сразу батюшка. О, ничего себе. Дщерь моя. Дщерь. Хреново ли тебе, дщерь? Ну, батюшка так не говорит. Нет, батюшка так не говорит. Так, слушайте, батюшка так не говорит. Значит, а что болит? Признайся, быстро мне. Согрешола, тварюга? Нет. Слушайте, а вы бухали в Лас-Вегасе? Нет, я уехал в Аризону, в Лас-Вегасе мне разонравился. Я одни сутки только пробыл в Лас-Вегасе, после чего уехал в Аризону на West Trim of Trim, там короткой, of Grand Canyon. Я взял тачку и уехал в Аризону, потому что мне в Лас-Вегасе не очень по душе. Там какие-то все-таки такие пустые люди, педики, такие какие-то странные люди. Не знаю. Так, я останавливаю это голосование. 51,7% выбрали бы клоуна, 48,3% выбрали бы батюшку, 48,3% выбрали бы батюшку, а клоуна 51,7%. А если батюшка был бы клоуном? По очереди. А, как я вас купил? А если батюшка был бы с красным носом? С красным, он бы был тогда Пусси Райот. Он будет скринут. Он тогда был бы Пусси Райот. Все, обзор печати. Обзор печати, поехали. Российская газета пишет сегодня о том, что Минфин предлагает изменить систему оплаты труда бюджетникам, зарплаты педагогов, медиков и работников культурной сферы могут быть повышены. Однако при этом параллельно бюджетникам предлагают отменить льготы в натуральном выражении. Как говорят эксперты, это может быть одна из наиболее масштабных реформ, которая затонет почти 13 миллионов человек. Известие ФСКН ликвидирует отдадевки на автомате. С начала года налоговая служба выявила 180 тысяч брошенных фирм. И сейчас столичное налоговое управление разослало по своим инспекциям распоряжение запустить во внутренних компьютерных системах розыск недействующих юридических лиц. И робот должен автоматически отбирать заброшенные компании для их дальнейшего удаления из реестра. На вокзалы нагрянут таинственные пассажиры. Тоже материал из сегодняшних известий. РЖД хочет провести масштабную проверку качества обслуживания пассажиров на российских вокзалах. И в связи с этим с мая по октябрь 137 вокзалов посетят так называемые таинственные покупатели, неофициальные проверяющие. Они проверят работу камер хранения, санитарно-гигиенических комнат, сервис-центров и так далее. Причем каждый вокзал проверят дважды для чистоты исследований. И отмечается, что на эту работу дирекция вокзалов потратит почти 7,5 миллионов рублей. Дороже всего бюджета обходится Сибирь. Еще один материал из известий. Такие выводы корреспондента известий делают из публикации Минфина, которая была недавно опубликована. Здесь представлены данные по распределению межбюджетных трансфертов по субъектам федерации. При этом в этом списке разница между лидерами и ближайшими преследователями оказалась колоссальной. Так, на каждого учителя Камчатки приходится почти 100 тысяч рублей дотации, а на шителя Чечни 13 тысяч рублей. Другие цифры по другим регионам в сегодняшних известиях. И еще новый российский танк получит цифровую пушку. Танк создадут в 2015 году на базе тяжелой боевой платформы «Армат». И этот танк получит цифровую пушку дистанционным управлением. Управлять орудием экипаж будет из изолированной бронекапсулы, которая выдержит прямое попадание всех видов современных танков. Такие танки сейчас пытаются собрать на Уралвагонзаводе. А в 2015 году их уже должны поставлять войска. При этом в газете отмечается, что танки Т-90, Т-80 и Т-72, которые Минобороны сейчас активно модернизируют, после появления «Армата» отправятся на базы хранения для резервистов. И еще Министерство обороны закупает 8 миллионов пар носков. Это объявлен тендер на поставку военной формы. Власти выгораживают трамвайные пути, тоже известие. Предлагается огородить трамвайные пути столбиками и бордюрами или приподнять их над остальной дорогой. Такой эксперимент уже проводится на улице Свобода. Однако жители возмущены, потому что на огороженном участке ходит беспрепятственно только трамвай, а остальные виды транспорта, такие как троллейбус или маршрутка, вынуждены стоять в увеличившихся пробках. Еще теперь газета «Коммерсант», которой стало известно, что после своей инаугурации одним из первых президент Путин подпишет указ о господдержке подготовки необходимых для инновационного развития страны специалистов в ведущих зарубежных университетах. А Дмитрий Медведев 2 апреля в СНОП проведет встречу с представителями незарегистрированных политических партий, на которой как раз-таки продолжится обсуждение политической реформы. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте» это был обзор прессы. Сейчас новости НРСН. Вчерашняя новость, над которой я продолжаю думать, мы продолжаем с Александрой Красногородской эту программу. Дмитрий Гаев больше не преследует уголовно. Дмитрий Гаев это был великий, 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 бессменный Лужковский руководитель метро. Вот, против него было открыто дело по 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями. Согласно выводам Генпрокуратуры, Гаев создал систему личного обогащения за счет возглавляемой им организации, причинив ущерб. А теперь дело перестали вести. То есть, больше, что именно стало каким-то образом реабилитирующим обстоятельством? Что он не обогатился? Смотри, создал систему личного обогащения. Гаев в метре, в своем, метре, в метре. Зашел, говорит, в метро и говорит, дай-ка я создам систему личного обогащения. И что, то есть, настолько неумело создал, что и не обогатился. И не обогатился. И не обогатился. И 12 миллионов, которых говорили... Говорит, мамочка, говорит, я же, говорит, все потратил все деньги на систему личного обогащения, и ни капельки, говорит, не обогатился я совсем. Знаете, где прокол? Потому что изначально генпрокуратура говорила о миллиардах. Счетная палата, да, это говорит адвокат Гаева. А он где-то жалкие 112 миллионов. А нашли жалкие 112 миллионов рублей, про которые говорить стыдно в привычном обществе. Да, и дальше адвокат говорит, давайте хотя бы их предъявим, чтобы было о чем говорить. Давайте не будем позориться. Какие-то жалкие 112 миллионов рублей. На карманные расходы, на карманные расходы. Среди джентльменов можно ли упоминать такие суммы? Абсолютно. Позорили Гаева только по-моему. Позорили Гаева, а он не обогатился ни капельки. Он только заболел и уехал лечиться в неизвестном направлении. Ну и правильный сделал, молодец. Владимиру Путину и его подчиненным придется вести твиттер Кремлин Раша. At Kremlin Russia. Вот, это маркер пишет, очень интересная тема. Действительно, Путину придется вести твиттер и фейсбук. Да, 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 нет, просто я хотела продолжение про Гаева, который сказал, что не будет требовать компенсацию за незаконное преследование. Нет, он не будет. Он считает, что он простит всех, как они его простили. Нормально, они его простили, он их простит, и все. Слушай, Путин будет вести твиттер и фейсбук, потому что он наследует за Медведевым твиттер и фейсбук. А он под Дмитрием Медведевым? Нет, он президент. Там же есть президентские, мамочка. Там есть президентские. Кремлин Раша. А он просто, по-моему, недолюбливал все время Путин вот эти способы общения. Нет, терпится, слюбится. Хочет президента, придется вести твиттер. Это условие. Слушай, нет, правда. Вы за то, чтобы Путин вел твиттер и фейсбук 916-55-81. Нет, вы надеетесь, что он закроет и твиттер и фейсбук 916-55-82. Смотрите, ну вы знаете, что Дмитрий Анатольевич Медведев прославлен... Значит, нет, ну очень многие вещи он сделал. Ну серьезно. Провел реформу армии, МВД. Политическую реформу. Политическую реформу, бадминтонную реформу, временную реформу. Что еще? Что еще? Вот вы, по-моему, причислили основной. Ну дофига еще. Ну много уже. Провел нас через сложнейший кризис мировой. Дмитрий Анатольевич провел нас. Ага. Через важнейший мировой кризис. Сложнейший. С успехом провел. Можно сказать, железной рукой, дланью. Убрал этого, как его, Лужкова. Это реально, реально, фактически. Да, вот это вот большое. Выгнал Кудрина, фактически, тоже реально. Ну ладно, о чем мы будем? Это же очевидная вещь, правильно? Значит, смотрите. Но и завел Твиттер, Фейсбук, Айпед и все на свете. Все такое вот модненькое. И вообще такой с гаджетами продвинутый. Да, да, да. С современным молодым человеком. Энгри Бёрдс ввел в обращение среди русского чиновничества и так далее. Вот, слушайте. А значит, вы за то, чтобы Путин продолжал Твиттер и Фейсбук обязательно. 916-5581. Вы сейчас современным таким, таким Чико Модерно. Чико Модерно. Путин должен ввести Твиттер и Фейсбук. Вот последний блог Медведева. 916-5581. Что там написано у него? Стимулировать или граждан к информированию о коррупционных преступлениях. До этого отчет о встрече с президентом США. Ты сейчас как-то читаешь, как-то стимулировать ли? Да, стимулировать ли. Стимулировать ли граждан к информированию о коррупционных преступлениях. А, это чтобы давать деньги за или нет, да? Да, что нужно ли? Так это блог Медведев Лайв Джорнл. Ну да, так это он на Фейсбук выкладывает. Все параллельно идет. Так, все, останавливаем. Значит, вы за то, чтобы Путин ввел в Фейсбук и Твиттер. 35,7%, 64,3% нет. Чтобы он их закрыл немедленно. 64,3%, чтобы он закрыл немедленно. Почему Кремлин? Потому что Кремлин. Ну, потому что от Кремля, соответственно. Кремлин. Да. Кремлин. Кремлин, это Кремлин. Это где Кремлинские часы? Юрий. Юрий не знает, где Кремлин. Кремлин, это знаете, где Юрий? Это вот так вот идешь и видишь Спасская Тауэр. Тауэр. И там Кремлин. Кремлин. Это Спасская Тауэр. Makes part of Kremlin wall famous on Red Square, Moscow, Russia. Юрий. Юрий не знает, где Кремлин. Ха-ха. Юрий. Вот это да. Вот дела. Родился, вырос. Дураком помрешь. Юрий. Ну, что ж такое-то, а? Не знает, где Кремлин. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Борис Борисович. Да, Борис Борисович. Ну, то, что президент занимается тырканем в клавиатуру и выглядит это все, это все плохо. Он должен заниматься, ну, чем-то, действительно. Почему? А как, а, а, как, как, скажите, как он должен? Как он должен? Ну, как он должен собрать министра, значит, тукнуть кулаком по столу. Посохом лучше, посохом. Посохом. А после этого все и рассказать о том. Нет, подождите, зачем, зачем посохом? Как святой равноапостольный князь Владимир. Посохом. Ну, или молоточком каким-нибудь, чтобы попальше кому-нибудь попало. Нет, посохом. Ну, никак не вот эту показуху устраивать. Нет, нет, нет. Совершенно не красиво. Вот, показуха не нужна, посох нужен. Вот, нужна настоящая правда. Настоящая правда. Смотри, твиттер это показуха, айпэд показуха, айфон показуха. А не показуха, нет, не показуха. Посох в руке. А кто узнает о посохе, если не будет твиттера? Скипетр. В руке. Держава. Держава. Понимаешь? Шап. Конечно, подразвесистой калюквой. Чтобы не было показухи, нужно, чтобы царь сел подразвесистой калюквой и бы аж управлял своим христианнейшим народом. Вот так как-то надо. Мне кажется, это попытка прийти к народу. Твиттер? Пообщаться с ними на одном языке. Народ в твиттере? Народ очень многие в твиттере, в фейсбуке. Потому что я читаю блог Медведева. Он когда отчитывается о чем-то, то потом люди часто это комментируют. Он отвечает даже порой. 788, здравствуйте. Здравствуйте. Вы за то, чтобы в твиттере был Путин и в фейсбуке, или с посохом, чтобы стоял подобно равноапостольному князю Владимиру? Нет, ну, конечно, это можно было бы, если бы какие-то мелочи. Я считаю, что ему не надо находиться, так как он бывший, скажем так, сотрудник ГРБ и ФСБ. Он может ни в айпэде, ни в пэде, вернее, ни в айфоне быть. Потому что, вы знаете, все отслеживается в местонахождении нашего президента. Также и твиттер. Я считаю, что это небезопасно для него. А зачем отслеживать местонахождение нашего президента, если перед каждым проездом нашего президента выстраивается несколько полков-идиотов по улицам, которые возвещают проезд президента, каждый с медной трубой такой огромной. И он дутит в нее. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-у! Через 15 минут проезд августейшей персона. А? Ну, там его поддерживает же этот, как его... Нифига. Нет, потом 20 машин несутся. Послушайте, вы хотите оставить в секрете проезд президента, чтобы у него не было ни айфона, ни айпэда. Значит, полк идет. Несколько полков-кретинов стоят с медными трубами, с такими. Итак, ту-ту-ту-ту-ту-ту, сейчас проедет Путин, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот так дудят в медные трубы, серьезно? Что? Потом проезжает 20 машин, каждая из которых громкоговорителем кричит, сейчас проедет Путин, вот так, что нет? Нет, Путин уже едет. А, он уже едет. Едет, едет Путин, поди тянет смерзовцы. Что, нет? Как, зачем айфон, чтобы отследить, это зачем айфон, когда глаз хватает? Зачем айфон? Да это из спутника видно, по гуглу видно, когда Путин едет. Мы отошли от темы. Да спутник видит, как едет Путин, спутник видит, любой. Ты что? Он увидит, я что, я не против, я говорю, что... Зачем следить за Путину? Через айфон. Через айфон, когда его видно по-любому. Через айфон нужно информировать, мы говорим о Твиттере и Фейсбуке, здесь нет никакой опасности для Путина, что... Нет, чел говорит, что чел говорит, что можно координаты засечь прибора, гаджетом. Ну и что, и что? Это не нужно делать, потому что без всякого прибора видно, как едет Путин. Совершенно верно. Без всякого прибора. Все об этом узнают даже заранее. Конечно, фанфары, трубы. Конечно. Вас останавливает, вы уже понимаете, это уже символы. Конечно. Палочка, опс, и ты остановился. Тебя прижали, тебя прижали на рублевке, прижали, стоишь. Например, чтобы проверить, кто все-таки едет, ты выходишь из машины. Зачем это? Чтобы проверить. Тебе же надо проверить. Ну. Едет какой-нибудь старший помощник младшего конюха, или едет сам августейшая персона. Ты выходишь из машины, развязно. Мент бежит к тебе и шепотом говорит, скорее сядьте. Скорее сядьте, ФСО вас застрелит, они все могут. Тогда ты садишься и точно понимаешь, что это Путин. А вы говорите айфон. А вы говорите айфон. Нахрена вам айфон? Да вы что, ребят, смешные какие люди. Десять сорок три, вернемся через минуту. Подъем. С Сергеем Даренко. Найрусен. Россия получит внешнее образование. Господдержка обучения за рубежом станет президентской программой Владимира Путина. Коммерсанту стало известно. Я читаю по газете. Коммерсанту, ну по сайту, естественно. Коммерсанту стало известно, что после своей инаугурации одним из первых президент Владимир Путин может подписать указ о господдержке, подготовке необходимых для инновационного развития страны специалистов в ведущих зарубежных университетах. То есть пошлет молодежь в зарубежные университеты. Года учиться именно что. Оператором соответствующей программы может стать агентство стратегических инициатив ОСИ. Как стало известно Коммерсанту, 22 марта премьер-министр Путин подписал распоряжение, в котором поручил Минэкономразвития, Минобранауки, Минфину и ОСИ подготовить проект указа о программе интеграции в экономику России выпускников ведущих университетов мира глобального образования. То есть русскую молодежь вместо того, чтобы там с одной стороны сенаторы хотят русскую молодежь сейчас упрятать в армию, вы знаете, как это движение пошло, что они будут уголовно наказуемы, если они сами не явятся в военкоматы, то уголовная ответственность наступит. А с другой стороны Путин отправляет их за рубеж учиться уму-разуму. И теперь внимание, если они поучатся за рубежом, а там нет военной кафедры, то они должны будут вернуться до 27 лет, а сенаторы вводят уголовную ответственность, если они немедленно не явятся на призывной пункт. Немедленно. Следовательно, они до 27 лет хрен вернутся. Путин отправит их учиться. Это понятно, да? Но военной кафедры нет там. А если и есть, то она секретная. ЦРУ, МОСАД и так далее. Понятно? Их завербуют. Их завербуют, но это не будет считаться все равно службой советской армии российской. Они должны будут вернуться. И тут же наступит уголовная ответственность за то, что они сами не явились в военкомат. Этот закон сейчас прорабатывается в Сенате. И они его внесут в Государственную Думу. И значит, они должны будут идти сразу в тюрьму. После Гарварда, Еля, Стэнфорда и так далее. Делиться знаниями. Да, да. Братве рассказывать. Стало быть. Они не должны будут возвращаться до... 27-летнего возраста. А? 27 лет... До 29. До 29, вот мне подсказывают. До 29, потому что срок давности преступления еще два года. Они должны вот уехать в 18 лет по путинской программе учиться за рубежом. Они учатся на бакалавриате где-нибудь в Стэнфорде. Внимание, им становится 22 года. Они поступают на мастер-дегри. Мастер-дегри. Еще два года фигачут. Им становится сколько уже теперь? 24 года. Им надо 5 лет жить еще за границей, потому что армия до 27 призывают. А еще два года срок давности преступления, потому что ты преступник. Значит, тебе надо еще 5 лет кантоваться в Штатах. Если ты окончил Стэнфорд и прокантовался в Штатах после окончания мастер-дегри, еще 5 лет, хрен ты, когда вернешься в Россию. Правильно я рассуждаю? Правильно. Правильно я рассуждаю. Как я так быстро рассудил, а? Как-то все так очевидно сейчас. Ну, настолько очевидно, что ни один из них не вернется. Прямо вот это точно. Или кого-то надо отправлять, чтобы они вернули. Надо отвернуться таких, которым не стыдно возвращаться. Надо отправлять 40-летних, 50-летних. Или как-то шанс. А вот, здравствуйте, вы уезжаете за рубеж учиться. Добрый день, Андрей, Москва. Вы не совсем правы. Давайте. Пару лет назад уже читал законопроект о том, что носители дорогого зарубежного образования будут освобождаться от службы в армии. Ну, как носители ценного образования. Поэтому там комплекс, видимо, сложный. Можно вас поправлю? Это обсуждается пока, это еще не принято. Какая прелость. Да, да. Но два года назад я уже считал, то есть, видимо, все будут дополнить. Спасибо. Какая прелость. То есть, русское образование априори признается... Моеннослужащим. Вторичным и отстойным по сравнению с любым зарубежным. Как это прелестно. Как это прелестно? 7-8-8-8-7-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот я хотел только вопрос вам подкинуть, обсудить. А подкинуть, обсудить не надо. Спасибо, спасибо. Я сам справляюсь. Я справляюсь. Спасибо вам огромное. Да, да, да. Это очень важно, что вы сочувствуете движению, но так вы будете у нас в симпатизантах. Давайте. 7-8-8-7-7-0. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Здравствуйте, Сергей Вячеслав. Да, Ильичлав. Знаете, хотел сказать, а кто вообще вернется после обучения? За рубежом? За рубежом? Ну, я вам скажу, кто. Я вам скажу, кто. Кто там нахрен не нужен? Он идиот какой-нибудь, пьяница, наркоман и так далее. Ну, я думаю, что туда не будут посылать пьяница, пошлют, наверное, на лучшую нашу молодежь, которая на перспективную. И она вряд ли вернется. Нет. Я вам скажу еще, кто вернется. Я вам скажу еще, кто вернется. И тут я не ошибусь. Вернутся боярские дети. Потому что там они просто за людей числятся, а здесь они полубоги. Не забывайте. Не забывайте об этом. Ну, лучше боярские дети уже и так там учатся. Вот я знаю такие примеры. Вот, позвольте, как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав. Вот я знаю такие примеры. Я знаю одного мальчика из Газпрома, который вернулся, едва говоря по-русски. Едва говоря по-русски, понимаете? И занял сразу боярское место в Газпроме. Боярское. Так сказать, со слугами. Поймите, все-таки они привыкли к аристократической жизни. К аристократической. Там что же, так сказать, поймите, курочка на ужин, понимаете? Курочка на ужин, сам паркуешь машину. Понятно, да? А здесь халуи, 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 топтуны, халуи, массажисты. Значит, все улыбаются, филиппинские слуги, еще кто-то. Две тысячи метров дом. Понимаете, как бы, так сказать, по-настоящему, со вкусом, можно пожить только в России. В Америке так и пожить. Да, ну, вот эти дети вернутся, да. Да, вот эта наша, как бы сказать, золотая молодежь умственная, она не вернется. Потому что и американцы там, да, и европейцы будут способствовать, чтобы она там оставалась. Вот, потому что, ну, если у них действительно хорошие специалисты, но вернутся, значит, опять же, те, кто не так... Сегодня в ведомостях один, сегодня в ведомостях статья, парня, забыл имя, пишет. 20% всех ученых в мире, в мире, 20% всех ученых в мире, не в России, нет, русские. Ну, то есть выехавшие. Да, да, да. Основные ученые в мире, 20% основных ученых в мире, основного научного потенциала планеты, русские, бежавшие из России. 7,880, 7,0. Ну, конечно, они не будут возвращаться. Но боярские дети будут, потому что здесь безнаказанность, здесь менты у папы в кармане. Сергей, несправедливо, что эти боярские дети поедут учиться за гос счет. Менты у папы в кармане, понимаешь? Они поедут за гос счет учиться. Слуги, халуи, всюду, всюду, всюду изысканность какая-то. А там на Западе это вот не умеют люди жить со вкусом, нет. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да. Меня зовут Сергей. Да. Я представляю компанию, которая отправляет как раз, правда, у нас специфическое, мы спортсменов отправляем в американские университеты учиться в Соединенных Штатах. Поэтому... Простите, учиться не спорту, нет? Нет, учиться не спорту. Они просто выступают за американский университет, при этом им дают определенные льготы. Я понял, 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 понял. Безумно дорогое образование. Ну да, так как в Англии можно пойти в очень хорошие вузы, если ты гребец, да. Есть такая непонятная постановка вопроса. Во-первых, сама по себе учеба в вузах за рубежом не дает права на срочку. Но при этом есть такая в законодательстве у нас, что у нас без реву подлежат люди, которые состоят на воинском учебе. Так вот, когда человек будет вставить, не обязательно на учебу, по работе там, с родителями, как угодно. Он должен сняться со всех видов учета, если он отсутствует на территории Российской Федерации, больше 180. В том-то и дело, но он обязан вернуться на учет. Знаете одного идиота, который приехал из Африки и пошел на учет, поставил себя? Знаете такого идиота? По-моему, я догадываюсь, о ком идет речь. Сережа Пастушок. Полный придурок. Как только приехал из Африки, пошел и поставил себя на учет. Правильно. Ну и тот же получил повестку в зубы. Сережа Пастушок. А разве в Африке не служили? Недалекий. Нет, нет, я был по гражданке. Сережа Пастушок, человек недалекий. Приехав в Советский Союз, пошел в военкомат, поставил себя на воинский учет. Тут же получил повесточку в зубы и уже через три дня маршировал как полный окончательный кретин. 10-53. Да можно было и по-другому, надо не быть идиотом. Поехали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Движение установилось хорошее, товарищи. Только у нас вот на третьем транспортном там ковыляет как-то с 10 до 12 внутреннее, и потом уже с 12 до 2 внешнее. Третье транспортное. А так все хорошо, за исключением, собственно говоря, этой самой. Пять голов. Энтузиастов плохая, Балашихи в городе. И Новая Рязанка плохая, и Нижегородская улица плохая. Все остальное, народ, ничего так. Вот Юра-таксист знает лучше всех из нас. Алло, здравствуйте, Юрий, как вы поживаете? Да, доброе утро. Ничего, кстати, по поводу тех, кто мучается в Балашихе, есть приятная новость. Да. Во-первых, сейчас перерыв в электричках, можно очень смело ехать по Носовичинскому шоссе. Так. А перед городом же он должен уйти по краю, обойти, через артели выйти на Новую Некраску и попасть на новую пятиполосную трассу, которая у вас выведет в улице Юности. Юр, скажите, до скольки будет перерыв в электричках? Ну вот он сейчас через 15 минут начинается, и там вплоть до часа он будет. Спасибо вам за хороший совет. Спасибо. Ну, я хочу сказать, он затратил в Фрязи в Москву, в Марину, приехал за полтора часа. Вообще, вообще, я все понял. За полтора часа какие-то жалкие полтора часа человек приехал в Москву из Фрязина. Пожалуйста. Это чем это говорит? Он говорит о том, что... Жизнь стала веселее. Прекрасно. Александра Краснокородская провела этот выпуск. Вячеслав Петров расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу его. Этот вторник, 27 марта.